Глава 3. Дыхание и оздоровительные практики на его основе. Вдыхая воздух, ты вдыхаешь вечность, а выдыхая, в ней ты растворен. То милосердие, дыхание от Бога, запомни сей незыбленный закон. Медитативные стихи. Введение. Данная глава убирает различные противоречия в толковании такого сложного и важного процесса, как дыхание, и наиболее полно, с современной точки зрения, освещает истинную суть его. При вратности толкования науки о дыхании не учитывают два взаимных процесса, протекающих одновременно. Газообмен и энергообмен организма с окружающей средой, которые осуществляются через носовую полость и легкие, но имеют совершенно различные физиологические механизмы, поэтому дыхание необходимо рассматривать с вышеуказанных двух позиций, что и будет сделано. Таким образом, дыхание представляет собой сложный и непрерывный биологический процесс, в результате которого организм из внешней среды потребляет свободные электроны и кислород, а выделяет углекислый газ и воду, насыщенную водородными ионами. Прежде чем приступать к рассмотрению энергетического и газообменного аспектов дыхания, разберем дыхательный процесс в целом, анатомию дыхательных путей и ряд других особенностей, связанных с этим процессом. Общие сведения о дыхании. Для удобства изложения процесс дыхания разделим на три ступени. Внешнее дыхание. Транспортировку газа в кровью и клеточное дыхание. Внешнее дыхание осуществляется через следующие самостоятельные органы. Нос, носоглотку, трахею, бронхи, легкие и легочные альвеолы. А также 1-2% газообмена осуществляется через кожу и пищеварительный тракт. Первым поток входящего внутрь организма воздуха встречает носовая полость. Анатомически нос рассматривают как наружный и внутренний. Наружный нос это то, что мы видим на лице. Он состоит из хрящей, покрытых кожей. В области ноздрей кожа заворачивается внутрь носа и постепенно переходит в слизистую оболочку. Внутренний нос, носовая полость разделен примерно на две равные половины. В каждой носовой полости расположены три носовые раковины. Нижняя, средняя и верхняя. Эти раковины дополнительно в каждой носовой полости образуют отдельные носовые ходы. Нижний, средний и верхний. Причем каждый носовой ход, помимо пропускания воздуха, имеет еще дополнительные функции. Так, выше точки нижнего носового хода находится отверстие слезно-носового канала. В средний носовой ход открываются почти все предаточные пазухи носа. В верхний носовой ход открываются задние ячейки решетчатого лабиринта и через отверстие в решетчатой кости в эту область спускаются обонятельные нервы из полости черепа. Таким образом, обонятельная часть ограничена поверхностью верхней раковины и частью средней. Вся остальная часть полости носа относится к дыхательной области. Воздушная струя, поднимаясь кверху через носовые отверстия, проходит главной своей массой по среднему носовому ходу, после чего дугообразно опускается вниз, сзади и снизу, направляется в носоглоточную полость. Этим достигается более продолжительное соприкосновение воздуха со слизистой оболочкой. Проходя через носовую полость, воздух согревается, увлажняется и очищается. Увлажняется воздух почти до полного насыщения за счет носовой слизи, которую выделяет слизистая оболочка носа, около 50 грамм влаги за сутки. Далее воздух идет через носоглотку, гортань и попадает в трахею, которая имеет вид цилиндрической трубки длиной 11-13 см и диаметром 1,5-2,5 см. Она состоит из хрящевых полуколец, соединенных между собой волокнистой соединительной тканью. Трахея выслана изнутри слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием. Движения ворсинок мерцательного эпители позволяют либо выводить наружу попавшую в нее пыль и другие чужеродные вещества, либо, благодаря высокой всасывающей способности эпители, всосать их внутрь и далее выводить их вон внутренними путями. Далее трахея разветвляется на бронхи, а тем в свою очередь на бронхиолы более мелкие воздухоносные пути. В отличие от трахеи, бронхи уже имеет в составе стенки мышечные волокна. Причем с уменьшением калибра, то есть просвета, мышечный слой становится сильнее развитым, а волокна идут в несколько косом направлении. Сокращение этих мышц вызывает не только сужение просвета бронхов, но и некоторое укорочение их, благодаря чему они участвуют в выдохе. В стенках бронхов располагаются слизистые железы, которые покрыты мерцательным эпителием. Совместная деятельность слизистых желез, бронхов, мерцательного эпители и мускулатуры способствует увлажнению поверхности слизистой оболочки, разжижению и выведению наружу вязкой мокроты при патологических процессах, а также выведению частиц пыли и микробов, попавших в бронхи с потоком воздуха. Воздух, проходя внутрь по вышеописанным воздухоносным путям, очищенный и нагретый до температуры тела, попадает в альвеолы, смешивается с имеющимся там воздухом и приобретает стопроцентную относительную влажность. Козообмен между внешним воздухом и кровью в легких происходит в основном в альвеолах, которых насчитывается свыше 700 миллионов. Они покрыты густой сетью кровеносных капилляров. Каждая альвеола имеет диаметр 0,2 и толщину стенки 0,04 миллиметра. Общая поверхность, через которую происходит газообмен, в среднем равна 90 квадратным метрам. Воздух попадает в альвеолы благодаря изменению объема легких из-за дыхательных движений грудной клетки. Так при вдохе объем легких увеличивается, давление воздуха в них становится ниже атмосферного воздуха и последнее засасывается в легкие. При выдохе объем легких уменьшается, давление в них воздуха становится выше атмосферного и воздух из легких устремляется наружу. Во время вдоха давление в воздухоносных путях становится на 10-25 миллиметров водного столба ниже атмосферного. Во время выдоха она на 20-40 миллиметров водного столба выше атмосферного. Чем интенсивнее осуществляется вдох и выдох, тем интенсивнее падение давления воздуха в легких при вдохе и повышение его при выдохе. Сам механизм дыхательных движений осуществляется диафрагмой и межреберными мышцами. Диафрагма – мышечно-сухожильная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. Главная ее функция заключается в создании отрицательного давления в грудной полости и положительного в брюшной. Края ее соединены с краями ребер, а сухожильный центр диафрагмы сращен с основанием сумки перикарда. Ее можно сравнить с двумя куполами. Правый расположен над печенью, левый – над селезенкой. Вершины этих куполов обращены к легким. Когда мышечные волокна диафрагмы сокращаются, оба ее купола опускаются, а боковая поверхность диафрагмы отходит от стенок грудной клетки. Центральная сухожильная часть диафрагмы опускается незначительно. Вследствие объем грудной полости увеличивается в направлении сверху вниз, создавая разрежение, и воздух входит в легкие. Сокращаясь, он давит на органы брюшной полости, которые выжимаются вниз и вперед. Живот выпячивается. Когда же мышечные волокна диафрагмы расслабляются, оба купола поднимаются вверх, вытесняемые органами брюшной полости, в которых давление всегда выше, чем в грудной. Сокращение мышц брюшного пресса еще более усиливает это давление. Вследствие этого объем грудной полости уменьшается, создается давление, и воздух выходит из легких. Межреберные мышцы за счет разворачивания ребер в стороны и некоторого поднятия их вверх увеличивают объем грудной полости, что и приводит к засасыванию у нее воздуха. При выдохе они расслабляются и в силу анатомических особенностей устройства ребер, и грудной клетки, и их тяжести. Грудная клетка принимает свое исходное положение. В результате этого в легких создается повышенное давление, и воздух устремляется наружу. Внутренние межреберные мышцы и мышцы живота помогают сделать фиксированный выдох. В зависимости от того, какие мышцы задействованы во время дыхания, различают четыре типа дыхания. Нижнее, среднее, верхнее и смешанное. На рисунке вы можете посмотреть все эти дыхания. Нижнее дыхание, или по-другому брюшное, диафрагмальное, когда в дыхательных движениях участвует только диафрагма, а грудная клетка остается без изменений. При этом в основном вентилируется нижняя часть легких и немного средняя. Среднее дыхание, или по-другому реберное, когда в дыхательных движениях участвуют межреберные мышцы. Грудная клетка расширяется в стороны и несколько поднимается вверх. Диафрагма при этом слегка поднимается. Верхнее дыхание, или по-другому ключичное, когда дыхание осуществляется только за счет поднятия ключиц и плеч вверх, при неподвижной грудной клетке и некотором втягивании диафрагмы. При этом в основном вентилируются верхушки легких и немного средняя часть. Смешанное дыхание, или по-другому полное дыхание йогов, объединяет в себе все вышеуказанные типы дыхания, равномерно вентилируя все части легких. При спокойном дыхании не все альвеолы участвуют в дыхании одновременно. Часть альвеол находится в спавшемся состоянии. Они раскрываются при усиленном дыхании, во время мышечной работы и при действии на организм раздраженного воздуха, например, в горах. Таким образом, в легких, как и в капиллярах кровеносной системы, при небольшом уровне активности происходит подпеременное включение в деятельность то одних, то других функциональных единиц, то есть альвеол. Легкие, в зависимости от глубины вдоха и выдоха, заполняются воздухом различных. Воздух, содержащийся в легких после максимального выдоха, называется остаточным. Объем вдоха и выдоха при спокойном дыхании составляет 500 мл и называется дыхательным воздухом. Разница между дыхательным воздухом и остаточным, который выдыхается только при максимальном выдохе, называется резервным воздухом. И, наконец, то количество воздуха, которое человек может вдохнуть сверхсреднего вдоха при максимальном, называется дополнительным. Воздух, не участвующий в газообмене, но находящийся в воздухоносных путях, называется вредным пространством. Его объем примерно равен 150 мл. Сумма дыхательного, резервного и дополнительного воздуха называется жизненной емкостью легких. Вдыхаемый воздух является смесью альвеолярного и атмосферного воздуха, имеющегося в воздухоносных путях. Если собирать выдыхаемый воздух последовательными порциями за один выдох, то получается следующее. Вначале выходит воздух, состав которого такой же, как и атмосферного. Далее процент углекислого газа растет, а кислорода снижается. В самом конце выдоха в воздухе содержится 5,5%, углекислого газа, а кислорода только 14%. Разница в составе объясняется тем, что выдыхаемый воздух содержит не только воздух, заполнивший альвеолы и участвующий в газообмене с кровью, но и воздух вредного пространства. В зависимости от степени вентиляции легких, различают поверхностное и глубокое дыхание. При поверхностном используется только дыхательный объем воздуха, при глубоком, помимо дыхательного, используется еще дополнительный и резервный. В зависимости от этого меняется и частота дыхания. При поверхностном она составляет 16-18 раз в минуту, при глубоком и медленном, то есть растянутом, от 4 до 8. Сразу же подчеркну, что глубокое и быстрое дыхание вымывает из организма углекислый газ, дефицит которого в организме вызывает сужение бронхов и сосудов, приводит к кислородному голоданию клеток мозга, сердца, почек и других органов, поднимает артериальное давление, нарушает обмен веществ. Физиолог Гендерсон многочисленными экспериментами на животных доказал пагубность такого дыхания, убивая их быстрым и глубоким дыханием. Эти эксперименты проводились им в начале прошлого столетия. Дыхание человека в течение жизни меняется. Так в раннем детском возрасте оно поверхностное. Пропорции тела и внутренних органов ограничивают развертывание легких во время вдоха. Выдыхаемый воздух у детей раннего возраста содержит больше кислорода и меньше углекислого газа, чем у детей более старшего воздуха. Поэтому частота дыхания тем выше, чем моложе ребенок. У новорожденного от 40 до 50-55 раз в минуту, у ребенка 1-2 лет 30-40, 6 лет 20, 10 лет 18-20. Тип дыхания у новорожденного и грудного ребенка диафрагмальный, нижний. С 2 лет смешанный, реберно-диафрагмальный. С 8 до 10 лет у мальчиков вырабатывается по преимуществу дыхание диафрагмального типа, у девочек ключичное, то есть верхнее. После достижения половой зрелости и до 40 лет дыхательная функция находится в наивысшем состоянии. Но после 40 лет в легких наблюдаются инвалидные процессы. Так в бронхах начинается атрофия слизистой и подслизистой тканей с замещением их жировой и склерозированной соединительной тканью. Обезвестление хрящей. Это ведет к уменьшению эластичности бронхиальных путей и к потере тонусов. В самой легочной ткани начинается атрофия, которая выражается в истончении альвеолярных перегородок и уменьшении их упругости. Следствием этого является расширение альвеол в результате уменьшения сопротивления их стенок атмосферному давлению. Так у новорожденных диаметр альвеол составляет 0,05 мм, у взрослого человека уже 0,2-0,25 мм, а в старости он увеличивается до 0,34 мм. Естественно это отражается на дыхании, оно становится все более и более углубленным при той же частоте. И по мере приближения смерти человека она все более и более углубляется. В заключении общих сведений о дыхании укажем, что легкие являются одновременно не только органом дыхания, но и выделением, регуляцией температуры от тела и даже принимают участие в выработке физиологически активных веществ, участвующих в регуляции свертывания крови, обмена белков, жиров и углеводов. Поэтому чем чище организм, тем лучше легкие выполняют свои обязанности. В противоположном случае они сданят и в основном выделительные функции в ущерб остальным. Транспортировка газа в кровью. Обмен газом между легкими и кровью происходит вследствие разности их парциального давления. У человека в альвеолярном воздухе в норме углекислого газа содержится 5-6%, кислорода 13,5-15%, азота 80%. При таком процентном содержании кислорода и общем давлении в одну атмосферу, его парциальное давление составляет 100-110 мм рт. ст. Парциальное давление этого газа, впритекающий в легкие венозные крови всего 60-75 мм рт. ст. Образующаяся разность давлений обеспечивает диффузию в кровь 6 литров кислорода в минуту. Такого количества вполне достаточно для обеспечения самой тяжелой работы. Во время покоя в кровь поступает около 300 мл кислорода, парциальное давление углекислого газа в венозной крови легочных капилляров при покое около 46 мм рт. ст. А в альвеолярном воздухе около 37-40 мм рт. ст. Через мембраны углекислый газ проходит в 25 раз быстрее, чем кислород. И разница в давлении в 6 мм рт. ст. Вполне хватает для удаления углекислого газа при самой тяжелой мышечной работе. В крови, идущей от легких, почти весь кислород находится в химически связанном состоянии с гемоглобином, а не растворен в плазме крови. Наличие дыхательного пигмента гемоглобина в крови позволяет при небольшом собственном объеме жидкости переносить значительное количество газов. К тому же осуществление химических процессов, связывание и отдача газов осуществляется без резкого изменения физико-химических свойств крови, т.е. концентрации водородных ионов и астматического давления. Кислородная емкость крови определяется количеством кислорода, которое может связать гемоглобин. Реакция между кислородом и гемоглобином обратимая. Когда гемоглобин связан с кислородом, он переходит в оксигемоглобин. На высотах до 2000 метров над уровнем моря артериальная кровь насыщена кислородом на 96-98%. При мышечном покое содержание кислорода венозной крови, притекающей к легким, составляет 65-75% того содержимого, которое имеется в артериальной крови. При напряженной мышечной работе эта разница увеличивается. При превращении оксигемоглобина в гемоглобин цвет крови изменяется. Из алло-красной он становится темно-лиловой и наоборот. Чем меньше оксигемоглобина, тем темнее кровь. И когда его совсем мало, то и слизистые оболочки приобретают серовато-синюшную окраску. Именно это используется для контроля степени насыщения кислорода организмом после дыхательной тонировки. Если конъюнктива глаз становится алой, все нормально. Если нет, тонировка слаба или неправильно проводится. Насыщение организма кислородом можно выразить следующей формулой. О2 равняется К в кавычках РА минус РК, где РА, то есть ПА, парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе. РК или правильно ПК, парциальное давление его в крови и К является индивидуальной константой. Теперь подробно разберем каждый показатель этой формулы. ПА, альвеолярного воздуха до высоты 2000 метров почти не изменяется. И практически мы на него мало чем можем повлиять. Зато на ПК, парциальное давление кислорода в крови, мы можем сильно влиять. Повышение температуры значительно увеличивает скорость отдачи оксигемоглобина кислорода, мало сказываясь на скорости реакции его присоединения с кислородом в легких. Уменьшение ПК способствует увеличению насыщения крови кислородом. Этому же способствует и сдвиг кислотной щелочного равновесия крови в кислую сторону. Сдвиг же в щелочную, наоборот, приводит к повышению связывания кислорода с кровью, в результате чего оксигемоглобин хуже отдает кислород тканям. Наиболее важной причиной изменения реакции крови является содержание в ней углекислоты, которая в свою очередь зависит от наличия в крови углекислого газа. Поэтому, чем больше в крови углекислого газа, тем больше углекислоты, а следовательно и сильнее сдвиг кислотно-щелочного равновесия крови в кислую сторону. А это лучше способствует насыщению крови кислородом и облегчению отдачи его оксигемоглобином в ткани. При этом, подчеркиваю особо, углекислый газ и его концентрация в крови наиболее сильно из всех вышеуказанных факторов влияют на насыщение кислородом в крови и отдачу его от тканей. Особенно сильно на пк влияет мышечная работа или повышенная активность органа, приводящая к повышению температуры, значительному образованию углекислого газа, естественно, к большому сдвигу в кислую сторону, понижению напряженности кислорода. Именно в этих случаях происходит наибольшее насыщение кислородом в крови и всего организма в целом. К, индивидуальная константа человека, зависит от многих факторов, главными из которых являются следующие. Общая поверхность мембран альвеол, толщина и свойства самой мембраны, качество гемоглобина, психическое состояние человека. Раскроем эти понятия подробнее. Первая. Общая поверхность мембран альвеол, через которые идет диффузия газов, меняется от 30 квадратных метров при выдохе до 100 при глубоком вдохе. Третья. Толщина и свойства альвеолярной мембраны зависят от наличия на ней слизи, выделяемой из организма через легкие. А свойства самой мембраны от ее эластичности, которая, увы, с возрастом теряется и определяется тем, как питается человек. Третья. Хотя в гемоглобине геминовой группы, то есть железосодержащие, у всех одинаковы, а вот глобиновые, белковые разные, что и сказывается на способности гемоглобина связывать кислород. Наибольшие связывающие способности гемоглобин обладает в период внутриутробной жизни. Далее это свойство теряется, если его специально не тренировать. Четвертое. Ввиду того, что в стенках альвеол имеются нервные окончания, различные нервные импульсы, вызванные эмоциями и так далее, могут значительно влиять на проницаемость альвеолярных мембран. Например, когда человек в подавленном состоянии, ему и дышать тяжело, а когда веселым, воздух сам вливается в легкие. Поэтому величина К у каждого человека своя и зависит от возраста, типа дыхания, чистоты организма и эмоциональной устойчивости человека. И даже в зависимости от вышеуказанного, у одного и того же человека она значительно колеблется, составляя 25-65 мл кислорода в одну минуту. Объем кислорода между кровью и тканями осуществляется подобно обмену между альвеолярным воздухом и кровью. Ввиду того, что в тканях происходит непрерывное потребление кислорода, напряженность его падает, в результате кислород диффундирует, то есть переходит из тканевой жидкости в клетки, где и потребляется. Объединенная кислородом тканевая жидкость, соприкасаясь со стенкой содержащего кровь капилляра, приводит к диффузии кислорода из крови в тканевую жидкость. Чем выше тканевый обмен, тем ниже напряженность кислорода в ткани. И чем больше эта разность между кровью и тканью, тем больше количество кислорода может поступать в ткани из крови при одном и том же напряжении кислорода в капиллярной крови. Процесс удаления углекислого газа напоминает обратный процесс поглощения кислорода. Образующийся в тканях при окислительных процессах углекислый газ диффундирует межтканевую жидкость, где его напряжение меньше, а оттуда он диффундирует через стенку капилляров кровь, где его напряжение еще меньше, чем в межтканевой жидкости. Проходя через стенки тканевых капилляров, углекислый газ частью прямо растворяется в плазме крови, как хорошо растворимый в воде газ, а частью связывается различными основаниями с образованием биккарбонатов. Эти соли затем разлагаются в легочных капиллярах с выделением свободной углекислоты, которые в свою очередь быстро диссоциируют под влиянием ферментов угольной ангидразы на воду и углекислый газ. Далее, ввиду разности парциального давления углекислого газа между альвеолярным воздухом и содержанием его в крови, он переходит в легкие, а откуда и выводится наружу. Основное количество углекислоты переносится при участии гемоглобина, который, прореагировав с углекислотой, образует бикарбонаты и лишь небольшая часть углекислоты переносится плазмой. Ранее уже указывалось, что главным фактором, регулирующим дыхание, служит концентрация углекислого газа в крови. Повышение СО2 в крови, притекающий к головному мозгу, увеличивает возбудимость как дыхательного, так и пневмотоксического центров. Повышение активности первого из них ведет к усилению сокращений дыхательной мускулатуры, а второго к учащению дыхания. Когда содержание СО2 вновь становится нормальным, стимуляция этих центров прекращается и частота и глубина дыхания возвращается к обычному уровню. Этот механизм действует и в обратном направлении. Если человек произвольно сделал ряд глубоких вдохов и выдохов, содержание СО2 в альвеолярном воздухе и крови понизится настолько, что после того, как он перестанет глубоко дышать, дыхательные движения вовсе прекратятся до тех пор, пока уровень СО2 в крови снова не достигнет нормального. Поэтому организм стремится к равновесию уже в альвеолярном воздухе, поддерживает парциальное давление СО2 на постоянном уровне. Теперь разберем ряд важных особенностей, влияющих на кровообращение и газообмен в легких при вдохе и выдохе. На все органы, заключенные в грудной клетке, передаются отрицательное давление, создаваемое эластичной тягой легких. Особенно эластическая тяга легких влияет на приток крови к сердцу, так как она растягивает тонкие стенки вен. При максимальном вдохе давление в грудной полости падает ниже атмосферного до 130-180 мм водного столба. Такое большое отрицательное давление в грудной полости вызывает присасывание крови в крупные вены, что облегчает приток крови к сердцу. Если задержать дыхание на вдохе, то крови к сердцу и легким будет поступать больше. Больше оказывается и вентилируемая поверхность легких около 100 квадратных метров. Ввиду того, что в тканях происходит постоянное расходование кислорода, то и переход его в кровь из альвеолярного воздуха при задержке на вдохе будет более эффективен и совершаться при меньшем парциальном давлении в альвеолах. Углекислый газ при задержке дыхания на вдохе вначале будет усиленно диффундировать в легкие, но так как он оттуда не удаляется, то его парциальное давление сравняется с таковым в крови и будет способствовать плавному нарастанию его в организме. В свою очередь, нарастание концентрации углекислого газа в крови будет способствовать ее закислению, что приводит к более лучшему связыванию и отдаче кислорода к гемоглобинам. Поэтому задержка дыхания на вдохе прекрасно стимулирует газообмен в организме и способствует насыщению его кислородом. Во время выдоха и задержки дыхания на выдохе происходят другие изменения. Во время сильного выдоха давление в легких становится выше атмосферного, что приводит к сдавливанию полых вен у входа их в сердце. Поэтому приток крови к сердцу уменьшается и затрудняется. Если при этом еще задержать дыхание на выдохе, сердце будет в холостую сокращаться как насос, в который перестали подавать воду. Естественно, это отрицательно отразится на его работе и кровообращении в целом, то есть нарушается нагнетательная функция крови сердца. Легкие во время выдоха и задержки дыхания на выдохе сжаты, поэтому в них поступает мало крови и уменьшается вентилируемая поверхность, ну примерно около 30 квадратных метров. Кислород практически в кровь не поступает, а углекислота не выводится из крови в легкие. Это приводит к резкому повышению концентрации углекислого газа в крови, что в свою очередь стимулирует дыхательный центр, а через хеморецепторы и всю центральную нервную систему. Повышение углекислого газа в крови закисляет ее и резко увеличивает концентрацию водородных ионов. Значит, началось резкое потребление организмов электронов, универсальной энергии всего живого. Подъем температуры тела и потовыделение во время задержки дыхания на выдохе – первейший и главный признак возбуждения энергетики организма. Поэтому задержка дыхания на выдохе – прекрасный стимулятор общей энергетики организма. Если дыхание рассматривается в позиции инь-янь, то вдох – расширение, увлечение пространства, легкость, охлаждение – это процесс инь. Выдох – сжатие, убыстрение времени, тяжесть, подъем внутреннего тепла – это процесс янь. Во время задержки вдоха активизируется процесс инь – накапливание в крови кислорода, переход углекислого газа из крови в легкие, то есть накопление, переход из внутреннего во внешнее. Во время задержки выдоха активизируется процесс янь – поглощение кислорода тканями, распад веществ с выработкой энергии, переход из внешнего во внутренний рабочий цикл. Исходя из вышеизложенного, можно дать следующие рекомендации. Первое. Никогда не задерживайте дыхание на максимальном вдохе. Это может привести к растяжению легочной ткани, увеличению диаметра альвеол, что неблагоприятно отразится на здоровье. Если нужно сделать максимальный вдох, то выполняйте его без задержки. Задерживать дыхание на вдохе рекомендуется в пределах 70-80% от глубины максимального вдоха. При этом, чем старше возраст, тем меньше глубина вдоха за счет ребер. При вдохе больше работайте диафрагмой и умеренно межреберными мышцами и плечами. Второе. Никогда не задерживайте дыхание на максимальном выдохе. Это верное средство разладить работу сердца. Если нужно сделать максимальный выдох, делайте его без задержки. Задерживать дыхание на выдохе рекомендуется в пределах 70-80% от максимального выдоха. Чем слабее сердце, тем меньше величина задержки на выдохе. Выполняя выдох, больше работайте диафрагмой. Это массажирует внутренние органы и сердце. Насколько справедливы эти рекомендации? Если обратиться к опыту йоги, то основное дыхательное упражнение выполняется так. 1-4-2. Здесь 1 время вдоха, 4 задержки дыхания на вдохе, 4 раза больше времени вдоха. И второе время выдоха, 2 раза больше времени вдоха. Задержки на выдохе нет. Делается полный медленный выдох и за ним сразу же вдох. Все физиологично от и до. Работая в ритме дыхания 1-4-2, йогины лишь увеличивают время и проходят три вида пранаямы. Пранаяма, при которой вдох, задержка и выдох равны 12, 48 и 24 секундам, соответственно, является низшим видом пранаямы. Результатом такого дыхания является потение тела и удаление из организма нечистот. Когда время вдоха, задержки и выдоха достигает 24, 96 и 48 секунд, соответственно, она становится средним видом пранаямы. В результате этого дыхания тело начинает дрожать от прохождения могучих энергий. И, наконец, высший вид пранаямы предусматривает наибольшее время вдоха, задержки и выдоха равное 34, 144 и 72 секундам, соответственно. Благодаря практике высшего вида пранаямы человек осуществляет левитацию тела и прилив великого блаженства. Клеточное дыхание. Клеточным дыханием называют совокупность протекающих в каждой клетке ферментативных процессов, в результате которых молекулы углеводов, жирных кислот и аминокислот расщепляются в конечном счете до углекислоты и воды, а освобожденная биологическая полезная энергия используется на жизнедеятельность клетки. Биологически полезная энергия представляет собой поток электронов, идущих с более высоких энергетических уровней на более низкие. Происходит это так. Под действием фермента от молекулы питательного вещества углевода, жира, белка отнимаются протоны, то есть атомы водорода, а вместе с ним электроны. Этот процесс известен под названием дегидрирование. Отнятые электроны передаются на специальное вещество, которое называется акцептором. Далее другие ферменты отнимают электроны от первичного акцептора и передают их на другой и так далее, пока полностью не израсходуется энергия электрона или не запасется в виде энергии химических связей. Аденозин-3-фосфат. В конечном счете кислород реагирует с ионами водорода и отдавшими энергию электронами превращается в воду, которая выводится из организма. Этот поток электронов получил название электронного каскада. Передача электронов через систему переноса электронов происходит путем ряда последовательных реакций окисления-восстановления, которые в совокупности носят название биологического окисления. Специфические соединения, которые образуют систему переноса электронов и которые попеременно окисляются и восстанавливаются, называются цитохромами. Для большей наглядности электронный каскад можно представить в виде ряда водопадов. Каждый водопад вращает турбину, отдает энергию, пока не отдаст ее полностью. На самом верху вода это пищевое вещество, от которого будут отнимать электроны и протоны, то есть субстрат. А внизу отработанная вода, электроны и протоны с пониженной энергетикой, соединенные с кислородом, то есть вода. И то, что остается от субстрата, который подлежит выделению. Теперь рассмотрим этот же процесс позиции деструктуризации, то есть энтропии распада. Каждая молекула пищевого вещества имеет свою собственную пространственную структуру. При дегидрировании тот или иной фермент может отщепить лишь определенные атомы водорода, занимающие определенное пространственное положение в молекуле. В результате ряда таких последовательных отщеплений вещество со сложной структурой разрушается до простых составляющих. Энергия связи, освобождаясь, используется нашим организмом на собственное укрепление, поддержание собственной структуры белков, жиров, углеводов и т.д. Таким образом, деструктуризируя пищевые вещества, организм поддерживает на стабильном уровне структуры собственного тела. Если пища уже была ранее деструктурирована термической обработкой, солкой, сушкой, рафинизацией, измельчением и т.д. То нашему организму достанется гораздо меньше энергии, заключенной в оставшихся пространственных связях. Поэтому мощь питания заключается не в калориях, а в структуре пищи. Это я открыл. Продолжительность жизни зависит не от сытой пищи, а от структурированной. Итак, клеточное дыхание представляет собой процесс выработки электронов, т.е. электронной энергии. Болл сделал расчеты, показывающие, сколько электрической энергии вырабатывается в организме при расщеплении субстратов до воды и углекислого газа. Исходя из потребления кислорода организмом взрослого человека в состоянии покоя 264 куб. см в минуту, а также того факта, что каждый атом кислорода для образования молекулы воды требует двух атомов водорода и двух электронов, Болл почитал, что в каждую минуту во всех клетках тела с молекул, усвоенных питательных веществ, в процессе биологического окисления, на кислород приходится 2,86 умноженных на 1022 электронов, т.е. суммарная сила тока достигает 76 А. Это внушительная величина, ведь через обычную 100-ваттную лампочку проходит ток всего лишь 1 А. Переходу электронов субстрата на кислород соответствует разность потенциалов 1,13 Вольта. Вольты, помноженные на амперы, дают ватты. Так что 1,13 умноженных на 76 равняется 85,9 Вт. Таким образом, мощность потребления человеческим организмом приблизительно равна мощности, потребляемой 100-ваттной электролампой. Однако при этом в организме используются значительно большие токи при значительно меньших напряжениях. Исходя из вышеуказанного, уясним для себя роль каждого вещества в жизненном процессе. Питательные вещества служат для построения структур нашего тела, а подвергшиеся деструктуризации дают нам энергию в виде электронов. Конечные продукты деструктуризации питательных веществ. Вода дает нам среду для протекания жизненных процессов. Углекислый газ является регулятором жизненных процессов. То есть изменяется кислотно-щелочная равновесие, активизируется генетический аппарат клетки, который влияет на усвоение кислорода организма. Кислороду, потребляемому при дыхании, отводится скромная роль выводить из организма электроны с пониженным энергетическим потенциалом в виде продуктов конечного звена деструктуризации углекислого газа и воды. С позиции биогенных элементов углерод 18% является связкой, которая соединяет кислород 70% и водород 10%. Не азот, а углерод является фундаментом жизни, поэтому организм всеми силами стремится к его сохранению, ориентируя весь дыхательный процесс на стабильное сохранение углерода в виде углекислого газа и других его соединений. Уменьшение в организме углерода и его соединений сразу же сказывается на всех жизненно важных процессах, вызывая массу заболеваний. Вот так осуществляется третья ступень дыхания, клеточное дыхание, причем наибольшее количество углекислого газа получается при приеме углеводной пищи, а наименьше от жирной и белковой. ЦИ и ПРАНА Весьма туманен вопрос о том, что подразумевает под понятиями ЦИ и ПРАНА. Их описание дается в малопонятной терминологии и трудноприложимо к практическому применению. Внесем свежую струю в эту очень старую теорию. В древних китайских трактатах рассказывается о трех драгоценностях ЦИ, ЦИН и ШЕНЬ. ЦИ, ЦИН и ШЕНЬ это названия энергий, поддерживающих жизнь человека. Цене их нет ничего на свете. Первое. Основная энергия ЦИ поддерживает организм и образуется из пищи. Второе. Большая энергия ЦИН является главной энергией человека. Она вызывает вдох и выдох, собирается в груди, удаляется через нос и глотку. Третье. Духовная энергия ШЕНЬ создается при зачатии. ШЕНЬ сохраняет жизнь, теряется смерть. В древних индусских писаниях, ведах и упанишадах также рассказывается о некоторых видах энергии праны, поддерживающей жизнь человека. В них говорится, что прана находится во всем – в пище, в воздухе и окружающем пространстве. Особенно подчеркивается универсальная энергия космоса – Кундалини Шакти. Главная поддерживающая энергия человека. Кундалини Шакти – тончайшая, из всего тонкого. Она хранит в себе тайну творения и поток дивной амброзии, истекающей из Брахмана. Ее сиянием озарена Вселенная. В каждом действии ума или тела человека используют силу, производимую Кундалини Шакти. Таким образом, примирительно к человеку в индусских писаниях также рассказывается о трех видах энергии – пищевой и дыхательной пране и энергии Кундалини. Первое. Пищевая прана содержится в пище, воде и поддерживает физическое тело человека. Второе. Дыхательная прана содержится в воздухе и поддерживает праническое, то есть энергетическое тело человека, давая силу всем физиологическим процессам организма. Третье. Энергия Кундалини – источник всех видов энергии человеческого организма. Ее можно сравнить с голографическим телом человека. Таким образом, мы с вами увязали в единую схему древнекитайские, индусские и современные трактовки, с которыми уже можно работать. Теперь подробно разберем каждую из трех энергий. Первая пищевая прана – энергия, представленная в химических связях пищевых продуктов. Деструктуризация пищи в клетках человеческого организма с образованием свободных электронов – это ЦИ, поддерживающая физическое тело. Второе. Дыхательная прана – свободные электроны, находящиеся в окружающем нас пространстве. Ведь мы живем в океане, заполненном электронами. 500-5000 в кубическом сантиметре – это ЦИН. Третье. Энергия кундалини – хрональное голографическое поле, несущее информацию о всех жизненных процессах организма. Это ШЕН. Процесс образования энергии из пищи уже подробно разобран как клеточное дыхание. Дыхательная прана – это свободные электроны и аэроионы, поступающие в наш организм вместе с воздухом. Происходит это так. Когда воздух проходит через носовую полость, которая богато снабжена нервами, связывающими ее слизистую оболочку почти со всеми органами тела, происходит поглощение этих электронов, а через нервные пути – стимуляции организма и органов. Но основное поглощение свободных электронов осуществляется в самом верхнем носовом ходу, где расположены обонятельные рецепторы. Эти рецепторы образуют обонятельные поля, раздражение которых посылает мощные нервные импульсы в обонятельные луковицы, которые уже расположены в черепной коробке под головным мозгом. С обонятельных луковиц электрические потенциалы передаются на второй уровень переключения – пероформную кору, а с нее на третий уровень – лимбическую систему в гипоталамус. Все другие анализаторы – зрение, слух, равновесие, осязание, вкус – на третичном уровне не оканчиваются в гипоталамусе, а в соответствующих соматосенсорных участках коры головного мозга. Гипоталамус – это чудо природы, гибрид нервной и эндокринной систем. С одной стороны, это типичная нервная ткань, состоящая из клеток нервной системы нейронов. Эти клетки посредством многочисленных нервных волокон связаны со всеми отделами нервной системы. С другой стороны, гипоталамус – типичная эндокринная железа, выделяющая специальные гормоны. Эти гормоны регулируют деятельность гипофиза – железы регулятора многих отделов эндокринной системы. Эндокринная система, в свою очередь, регулирует активность всех биологических процессов организма. Благодаря необычному устройству гипоталамус преобразуют быстродействующие сигналы, поступающие из нервной системы, в медленно текущие, но специализированные реакции эндокринной системы. Поэтому гипоталамус – главный регулятор вегетативных, то есть протекающих подсознательно функций, в том числе и энергетического обмена. Здесь важно понять следующее. Пища, попавшая в организм, особенно термически обработанная, сама по себе перевариваться не будет. Качество и скорость пищеварения, то есть отщепление электронов от пищевых субстратов, зависит от активности пищеварительных ферментов. Вообще, активность нашего организма и его устойчивость к неблагоприятным внешним факторам зависит от активности ферментов. Но ферменты сами по себе неактивны, их надо активизировать, за счет чего они становятся активными. Активность ферментов зависит от двух факторов – управленческого и энергетического. Организм должен управлять скоростью ферментативных реакций и доставить в эти места энергию. Управление достигается с помощью эндокринной системы, а подведение нужной энергии осуществляется с помощью акупунктурной системы, поставляющей свободные электроны с большой кинетической энергией. Рисунок – схема управляющего энергетического и газообменного аспектов дыхания. Можете посмотреть этот рисунок. Так вот, именно дыхание посредством цепочки нос, обоняния, гипоталамус, гипофиз, эндокринная система, ферменты, позволяет управлять внутриклеточными реакциями, а посредством цепочки легкие акупунктурная система, ферменты, снабжать внутриклеточные реакции энергии в виде свободных электронов с большой кинетической энергией. Об этом говорят индусские писания и китайские трактаты, хотя основная энергия образуется из пищи, но ее образование зависит от большой энергии, главной энергии человека, поступающей через нос, глотки у легких и собирающейся в груди. Поэтому и получается, что физическая мощь, жизненные проявления не столько зависят от пищи, сколько от правильного дыхания. В этом суть дыхания пранаямы. Управляя пранаямой, мы управляем функциями своего тела. Вот почему прана в системе йоги стоит на более высокой ступени, чем позы и движения, то есть асаны. Кстати, что зависит от дыхания, а не от питания, жизненные проявления, это доказано современными научными исследованиями. Отсюда следуют два вывода. Чем больше поверхность легких, тем большее количество свободных электронов может попасть в наш организм. Чем больше время поддерживается эта поверхность, тем большее количество электронов проникает внутрь организма. Теперь нам становится ясен ритм дыхания 1-4-2, предложенный древними йогами. Главное при вдохе полностью расправить легкие, но не растянуть. Задержка дыхания на вдохе позволяет пропускать максимальное количество свободных электронов через легочные мембраны, а длительность задержки позволяет активизировать рецепторы внутри организма и легких, в результате чего они гораздо лучше поглощают и передают электроны в акупунктурную систему. Задача выдоха – выгнать из легких как можно больше воздуха, не содержащего свободных электронов – аэроионов, но при этом не вымыть углекислый газ. Поэтому выдох делается в два раза длиннее и тише с подтягиванием диафрагмы вверх. Еще одно важное разъяснение. Активизация дыхания происходит и во время физической работы, например, бега. Задействуются те же самые механизмы через нос-гипоталамус и так далее, а через легкие – акупунктурная система и так далее. Но такого эффекта в накоплении энергии и укреплении тела не происходит. Вопрос – почему? Когда человек бежит или физически работает, кинетическая энергия электронов тратится на поддержание активности ферментов, то есть они сразу же срабатываются и рассеиваются в виде тепла. Иное дело, когда человек сидит без движения и выполняет дыхание, постепенно растягивая задержку дыхания на вдохе, что позволяет доставить в организм повышенное количество свободных электронов. Так как они не расходуются, то они циркулируют в акупунктурной системе, что приводит к возрастанию ее мощности. Больше энергии накапливается в чакрах, утолщаются акупунктурные каналы, расширяется и уплотняется плазменное, то есть праническое тело. Именно поэтому статическая тренировка в йоге и цигуне, цигуне называют состояние столбом, ценится выше, чем динамика. Поэтому, если вы даже обездвижены болезнью, то можете дышать, и у вас имеются прекрасные шансы насытить свой организм энергией, правильно дыша и побороть свой недух. Духовная энергия кундалини – это наиболее тонкая форма энергии, которая присутствует в нашем теле. Йоги говорят, что жизнь есть не что иное, как сверхчастотный ток, сконцентрированный в головном и спинном мозге, поступающий по нервам во все уголки тела. Чтобы самому себе уяснить суть этого вопроса, я обратился к зародышевой стадии и посмотрел, как формируется центральная нервная система. Вначале образуется клеточная пластинка, которая называется эмбриональным диском. Далее на ней, посредине, возникает первичная нервная пластинка, которая уже имеет сегменты. Каждый сегмент ответственен за образование специфических структур мозга. Нервная пластинка быстро растет. Ее края утолщаются и приподнимаются над первоначальной клеточной пластинкой. А через несколько дней сближаются и срастаются. По средней линии образуют нервную трубку. На том конце трубки, где впоследствии образуется голова, возникают три специализированных вздутия – первичные мозговые пузыри. Остальная часть нервной трубки становится спинным мозгом. Пройдя ряд последовательных метаморфоз, нервная трубка становится головным и спинным мозгом. Нервное вещество мозга на 80% состоит из воды. Верхний конец трубки и взрослого человека имеет отверстие на тонком уровне. Так родничок у детей окостеневает последним из костей черепа. А у выдающихся сенситивов, например, у ванги, он так и не зарастает. Йоги называют это место на темени Брахма Ранха – Дра Брамы. Автор берет на себя смелость дать следующее толкование этой энергии и процессу ее запасания. Этой энергии есть не что иное, как хрональное поле человека, несущее наиполнейшую информацию о всех жизненных процессах организма. Хрональная энергия проявляется как тело мысли или голографическое тело, которое видно в лучах кирлиан. Чтобы постоянно проявлялась подсветка голограммы, нужен постоянный приток этой энергии из них. Хрональных потоков в окружающем нас пространстве предостаточно, а самый мощный идет от Солнца. Задача нашего организма – из всего многообразия этих потоков отобрать тот, который по своей частоте наиболее соответствует нашему организму. В данном случае речь идет только об одном проявлении универсальной кундалини-шакти. Вода великолепно принимает и отдает хрональную энергию. Она ее конденсатор. Кости являются тем фильтром, который пропускает и добавочно конденсирует по принципу эффекта полостных структур хрононы с нужной частотой волны. Нервная ткань, заключенная в костяной чехол, является тем резонатором-накопителем и перераспределителем этой энергии, причем наиболее сильно отбирает и запасает хрональную энергию голова. Хрональное вещество любит концентрироваться, то есть образовывает пучности на границах разделения средств, а на голове и в самой голове их несколько. Сам головной мозг испещелен извилинами, которые значительно увеличивают его поверхность, а следовательно увеличивают и поверхность концентрации. Форма черепной коробки такова, как и форма яйца, что она способствует запиранию и концентрации хрононов. Отсюда вся энергия перераспределяется вниз по позвоночному столбу и далее используется для построения руководящей модели голографического тела. Кстати, на этом принципе основен аккумулятор Райха, позволяющий аккумулировать хрональную энергию и с ее помощью лечить людей. Согласно древнеиндийским писаниям, голова – важнейшая часть тела, из которой вниз струится небесный нектар – сома, дающий телу жизнь. Вышеуказанное объяснение автора в какой-то мере объясняет этот процесс и позволяет сознательно работать в этом направлении. Некоторые люди чувствуют падающий с высоты на их голову поток хрональной энергии. Например, вот что вспоминает Порфирий Иванов, книга «История Паршика». Меня встречает такая струя воздуха, что я не должен ее бояться, как основного источника. Я бежал очень быстро по посеянной пшенице, а сам с высоты тянул крепко в себя воздух для того, чтобы мне не требовалось кушать. Я мог бы попросить у человека что-либо покушать, но я был тогда не тот человек, чтобы из-за куска хлеба жить. Я жил в то время из-за вселенной, которая падала на мое тело из высоты. Как сказано, не в бровь, а в глаз. Ощущение давления на область головы очень способствует усвоению этого вида энергии. Поэтому форма причесок у древних мудрецов, особенно востока, представляет собой шарик или пучок волос, собранных на голове. Рисунок разъяснения тел и энергии. Это вы посмотрите. По мере понижения потенциала хронального поля, из организма излучаются хрононы с пониженной потенциальной энергией, а на их место из головы и спинного мозга поступают новые. Таким образом, организм постоянно фильтрует космическое излучение, отбирая нужное, деструктурировая его, то есть понижая энергию хрональной частицы за счет энергии, деструктуризации, стабилизирует свое голографическое тело, а отработанное излучение наружу в виде различных полей выделяет электромагнитного, теплового, магнитного и так далее. Вот рисунок. Отбор хронального вещества из окружающего пространства. Стрелки, падающие на человека, хрононы с различной частотой волны. Из всего многообразия хрононов наш организм поглощает только хрононы с нужной частотой волны. Эти хрононы концентрируются в нервной системе, откуда затем переизлучаются для построения голографического тела. Красновато-желтый цвет как раз и содержит хрононы с нужной частотой волны. Ангел света по Иисусу Христу есть не что иное, как поток хрононов, подзаряжающий нас. Первейший прием для отбора хрональной энергии – обнажить свое тело. И вот здесь имеется противоречие между плотным физическим и тонким голографическим телами. Пища укрепляет физическое тело, но своей голограммой гасит тонкое голографическое тело. Либо в организм вносится пища с другой резонансной частотой, чем наша. Это приводит к угнетению, как и в первом случае. Подбор продуктов питания по маятнику позволяет отобрать продукты питания с нужными частотами. Если вас после еды тянет в сон, при условии, что принята пища не была чрезмерной, значит пища неблагоприятно воздействует на вас. Сон восстанавливает, укрепляет голограмму. Умеренная, правильно подобранная еда, прием собственной урины, весьма способствует укреплению голографического тела, но уменьшает физическое. Между двумя этими телами должен быть найден разумный баланс, который и будет способствовать общему процветанию. В заключении подчеркнем, что человеческий организм – биомашина, работающая на энергии, деструктуризации пищи, воздуха и космического излучения. При этом духовная энергия, одна из разновидностей кундалини, поддерживает голографическое тело и управляет дыхательной и питательной энергиями. Дыхательная прана поддерживает праническое энергетическое тело и контролирует процессы выработки энергии из пищи. Пищевая прана, энергия пищи, поддерживает физическое тело, а более тонкие составляющие укрепляют праническое и голографические тела. Естественно, все три праны энергии должны быть взаимно сбалансированы, и только в этом случае будет достигнуто совершенное здоровье, а жизнь будет максимально продолжительной. Сейчас, декабрь 2018 года, а вообще-то я сейчас читаю, это середина сентября 2020 года, я бы несколько иначе изложил этот материал. Дыхание и работа мозга. Работа мозга во многом зависит от типа дыхания. Так часто дыхание и дыхание попеременно через левую или правую ноздрю сильно влияют на эти функции. Наш мозг состоит из двух полушарий, левого и правого. Каждое полушарие заведует присущими только ему функциями. Вот некоторые из них. Левое полушарие мозга – логическое или аналитическое, дискретное, словесное, числовое, последовательное. Правое полушарие мозга – образное, интуитивное, непрерывное, бессловесное, геометрическое, параллельное. В связи с тем, что наша жизнь связана с языком, речью, анализом, синтезом и представляет собой линейное действие для достижения каких-то целей, левое полушарие ежедневно получает огромное количество стимулов для своего развития и поэтому очень сильно развито. Правое полушарие, наоборот, недополучает для своего развития образных стимулов и интуитивной подпитки, связанной с подсознательным уровнем. В результате чего оно здорово отстает от левого, хотя работа этого полушария также важна, как и левого. В результате теряется внутренняя гармония, человек развивается одна бока. Именно по этой причине большинство людей легковерны, хватается за внешнее, не вникая вглубь. Эта закономерность проявляется и в оздоровительном процессе. Никто не хочет серьезно работать над собой, ждет быстрого успеха. Такие люди не желают брать на себя обязанность и ответственность по поддержанию собственного здоровья, благополучия семьи. Они и ждивенции. Поэтому подавляющему большинству людей необходимо стимулировать правое полушарие мозга с целью его доразвития и гармонизации. И в этом нам поможет дыхание. Мало кто интересовался вопросом, почему у нас две ноздри, а дыхательное горло одно. Я попытался проследить за возникновением наружных дыхательных органов с внутриутробной стадии и выяснил, что вначале зародыш человека имеет одно отверстие, которое затем разделяется перегородкой на два, а затем формируется нос и так далее. Как недавно установили ученые, дыхание через левую ноздрю способствует охлаждению мозга через правую разогреванию. Многовековой опыт йога указывает, что каждая ноздря, когда через нее преимущественно идет дыхание, стимулирует соответствующую часть тела. Таким образом, применяя дыхание попеременно через одну и другую ноздри, мы можем сгармонизировать работу мозга. В древней и малоизученной у нас сварой йоге, то есть йоге звука, так рассказано про дыхание через левую ноздрю. Дыхание через эту ноздрю представляет собой лунный поток, женственный, иньский по природе, питающий и очищающий. Согласно тантрам, левое считается магнетическим, женственным, эмоциональным по природе. Дыхание через левую ноздрю приносит мозгу энергию. Во время жаркого дня советуется держать левую ноздрю открытой, чтобы сбалансировать солнечную энергию, поступающую в дневные часы. В трактате Джнана Свараджая рекомендуется выполнять действия, ведущие к улучшению благосостояния в то время, когда дыхание течет через левую ноздрю. О дыхании через правую ноздрю рассказано в следующем. Дыхание через правую ноздрю представляет собой солнечный поток мужской, янской по природе, разрушающий и за счет этого временно увеличивающий жизненные силы и выносливость. Правое считается электрическим, мужским, рациональным по природе. Дыхание через правую ноздрю придает активность телу. Во время прохладных ночей советуется держать правую ноздрю открытой, чтобы сбалансировать влияние прохладной ночи на организм. Дыхание через правую ноздрю рекомендуется для физической деятельности, споров, состязаний. Активизируя дыхание через левую ноздрю днем, а через правую ночью, можно увеличить жизненную силу и продолжительность жизни. Чтобы убедиться в правильности вышеуказанного, понаблюдайте за собой, когда у вас заложена одна ноздря. В результате этого обычно создаётся впечатление, что соответствующая половина человека какая-то немая, одеревенелая. Методики набора питательной праны. Под набором пищевой праны надо понимать процесс создания внутри организма благоприятных условий для проведения качественной деструктуризации пищи на клеточном уровне. Клеточное дыхание. Для этой цели наиболее подходят три типа дыхания. Метод волевой ликвидации глубокого дыхания. Бутейка. Дыхание через трубку. И дыхание зародыша. А также двигательная активность и работа мышц. Метод бутейка. Константин Павлович Бутейка отнюдь не случайно открыл свой метод дыхания. С течением обстоятельств и хорошая наблюдательность, помноженная на знания, позволили ему это сделать с успехом. Бутейка всегда тянула медициной. И он после окончания техникума поступил в мединститут. Во время учёбы в мединституте у него появляется злокачественная гипертония в общей форме. Давление было 220 на 120. Головные боли, бессонница, боли в сердце и многое другое. Так как он сам тогда занимался проблемами этой болезни, то рассчитал срок своей жизни примерно в полтора года. Как медик он знал, что медикаментозный путь лечения бесполезен. За эти полтора года надо было найти что-то нетривеное, реальное, что спасло бы жизнь. Бутейка стал экспериментировать. Дышал усиленно в полную грудь, глубоко. В результате головокружение сжимает виски, плохо с сердцем, слабость. Когда же он, наоборот, тормозил дыхание, то оживал через несколько минут. В ночь с 9 на 10 сентября 1952 года и родилась теория, которая затем получила прочное научное обоснование. Главным стержем этого метода является роль углекислоты в организме, а причиной болезни – глубокое дыхание, вымывающее ее из организма. В дальнейшем в лаборатории климатической биологии, организованной в Сибирском отделении Академии наук, Бутейка с помощью современной аппаратуры, снимающей сразу 24 параметра о состоянии человеческого организма, детально изучил функционирование больного и здорового организма. Полученные данные затем были обработаны на ЭВМ и получены математические зависимости между функциями. Эти исследования показали, что увеличение глубины дыхания не ведет к увеличению кислорода в клетках нашего организма, а наоборот. В связи с тем, что углекислый газ в 25 раз быстрее вымывается из организма, чем кислород, возникает его дефицит. В результате этого ухудшаются условия перехода кислорода от гемоглобина к тканям. Эффект веригобора. И наступает кислородное голодание всего организма. Изменение внутренней среды клеток из-за умывания углекислоты разлаживает работу с 700 ферментов и 20 витаминов. В результате нарушается обмен веществ и энергии в организме. Уменьшение углекислого газа в клетках возбуждает их, точнее, понижает порох возбудимости. Это, в свою очередь, приводит к возбуждению нервной системы со всеми вытекающими отсюда вредными последствиями. Защитная реакция от потери углекислого газа в организме приводит к спазмам бронхов и сосудов, к накоплению слизи в организме. Исходя из своей обширной практики, Бутейко утверждает, что существует одна болезнь – глубокое дыхание. Зато симптомов у нее 150. От себя добавлю. А что приводит к тому, что человек начинает глубоко дышать? То есть, к самому первому этапу. Вот об этом Константин Павлович ничего, увы, не говорит. Продолжим. Вот симптомы болезни глубокого дыхания, исчезающие в процессе его ликвидации по методу ВЛГД – волевая ликвидация глубокого дыхания. Первая – нервная система, головные боли, иногда по типу мигрени, головокружение, обмороки, иногда с эпилептическими судорогами, нарушение сна, в том числе бессонница, плохое засыпание, сонливость и другое, шум в ушах, ухудшение памяти, быстрая умственная утомляемость, вспыльчивость, раздражительность, плохая концентрация внимания, чувство беспричинного страха, апатия, ухудшение слуха, парастезия, то есть включая полную потерю всех видов чувственности, чаще конечностей, вздрагивание во сне, тремор, тик, ухудшение зрения, увеличение старческой дальнозоркости, различные мелькания в глазах, сетка перед глазами и так далее, увеличение внутриглазного давления, болезненность при движении глаз вверх и в стороны, приходящие косоглазия, радикулиты и так далее. Второе. Вегетативно-нервная система. Кризы типа диэнцефальных и вегетодистонических, в том числе потливость, зябкость, бросание в холод или жар, беспричинный озноб, неустойчивость температуры тела, типа термоневроза и так далее. Третье. Эндокринная система. Признаки гипертириоза, ожирение или истощение, иногда по типу эндокринного, явление патологического климакса, нарушение менструального цикла, токсикозы беременности, фибромиомы, импотенция и так далее. Четвертое. Система дыхания. Спазмы гортани и бронхов, то есть приступы астмы, отдышка при физической нагрузке и в покое, частое глубокое дыхание с участием дополнительной дыхательной мускулатуры, отсутствие паузы после выдоха и в покое, дыхательная аритмия или периодическое ощущение недостатка воздуха, ощущение неполного вдоха, ощущение ограниченности подвижности грудной клетки, то есть стеснения в грудной клетке, боязнь духоты, затруднение дыхания через нос и в покое, и при небольшой физической нагрузке, ринит по типу, вазомоторного, склонность к простудным заболеваниям, в том числе катары дыхательных путей, бронхиты, гриппы и так далее, кашель сухой или с мокротой, сухость во рту или в носоглотке, хронический танзелит, ларингит, гайморит, фронтит, острая эмфизема легких, интерсцициальная пневмония, бронхоэктазы, спонтанный пневмоторакс, потеря обоняния, боли различного характера в грудной клетке, нарушение осанки, деформация грудной клетки, вздутие надключичных областей, то есть эмфизема верхушек легких и так далее. 5. Сердечно-сосудистая система и система крови, тахикардия, экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, спазм сосудов конечностей, мозга, сердце, почек, белок мочи, дезуретические явления, нектурия и другие, похолодание, зябкость конечностей, других областей, боли в области сердца, стенокардия, повышение или понижение артериального давления, телеангиэктазия, варикозное расширение вен, в том числе гемороидальных, ломкость сосудов, в том числе кровоточивость десен, частые носовые кровотечения и так далее, ощущение пульсации различных областей, пульсирующие шумы в ушах, сосудистые кризы, инфаркт миокарда, инстульт, повышение свертываемости крови, тромбы, то есть тромбофлебиты, уменьшение щелочных резервов крови, электролитные нарушения, эозинофилия, гипер- или гипоглобулия, изменения в крови, уменьшение парциального давления кислорода в артериальной крови, в начальных стадиях болезни, и противоположные изменения в конечных стадиях болезни и так далее. Шестое. Система пищеварения. Понижение, повышение, извращение аппетита, слюнотечение или сухость во рту, извращение или потеря вкуса, спазмы пищевода, желудка, боли в правом подреберье, подложечной области и так далее, колит, запоры, поносы, дискинезия желчных путей, изжога, частая отрыжка, тошнота, рвота, метеоризм, некоторые формы гастритов и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и так далее. Седьмое. Костно-мышечный аппарат. Мышечная слабость, быстрая физическая утомляемость, ноющие боли в мышцах, судороги мышц, чаще ног, икроножные мышцы и мышцы стопы, поддергивание различных групп мышц, усиление или ослабление тонуса мышц, атрофеем мышц, боли в трубчатых костях и так далее. Восьмое. Кожа и слизистая. Сухость кожи, ихтиоз, пустулезные сыпи и кне, кожный сдот, экзема, псориаз, склонность к грибковым заболеваниям, бледность с серым оттенком кожи, акроцианоз, отеки квинки, пастозность лица, экзематический блефорит, синюха и так далее. Девятое. Обменные нарушения. Ожирение, истощение, липоматоз, инфекционные инфильтраты, остеофиты и отложение солей в области суставов, подтипу подагры, отложение холестерина на коже, чаще на веках, тканевая гипоксия, скрытые отеки, нарушение тканевого обмена по типу аллергических реакций и так далее. Прежде, чем приступать к изложению самой методики ВЛГД, уточним с помощью цифр, что представляет собой глубокое дыхание. Для этого внимательно посмотрим на ниже следующую таблицу. Вышеуказанная таблица показывает степень нашего здоровья. Так, если у вас частота пульса равна 60 ударов в минуту, частота дыхания 8, автоматическая пауза после выдоха 4, а максимальная пауза 120 секунд, значит у вас содержание углекислого газа в альвеолах легких равно 6,5%, и вы вполне здоровый человек. Если ваши показатели уходят вверх от состояния нормы, вы обладаете более высокими показателями здоровья. Но если они находятся ниже, вы глубоко дышащий человек, и ваше здоровье хуже нормального уровня. Это есть не что иное, как состояние предболезни. В зависимости от того, насколько эти показатели уходят вверх или вниз, вы сверхвыносливы или больны. Дыхание здорового человека протекает так. Вдох, выдох, автоматическая пауза, которая возникает непроизвольно. Затем процесс повторяется снова. Вся методика бутейка сводится к тому, чтобы вернуть больному, глубоко дышащему человеку эту автоматическую паузу. Как показала практика, автоматическая пауза восстанавливается после трех лет регулярных тренировок. Причем контролировать ее нужно постоянно. Тогда успех обеспечен. Тренировка по данному методу производится так. Нужно удобно сесть. Спина должна быть прямой. Потянуть вверх шею. Руки положить свободно на колени, но чтобы они не соприкасались. Теперь необходимо максимально расслабиться. Успокоить дыхание и пульс. При расслаблении, особенно проконтролируйте расслабление плеч, рук, особенно изгибы руки и кисти. Лицо, особенно мышцы, вокруг глаз и лоб. Ноги, особенно ступни. Мышцы грудной клетки, живота и диафрагмы. Если у вас сильно напрягается спина во время занятий, то прислоните ее к спинке стула, но держите ровной. Теперь замерьте частоту своего пульса, частоту дыхания и контрольную паузу. Еще раз укажу, что контрольную паузу, то есть задержку дыхания после обычного выдоха, держать до первой трудности. Если вы будете ее передерживать, то получите неправильные исходные данные. Так если ваша контрольная пауза КП 15 секунд, а норма 60 секунд, то 60 разделенное на 15 равняется 4. Это показывает, что при каждом вдохе вы вдыхаете в 4 раза больше воздуха, чем нужно. Все эти замеры запишите в тетрадь и в дальнейшем по ней будете сверяться о ходе тренировочного процесса. Ввиду того, что бутейка абсолютно не учитывает энергетического аспекта дыхания и все сводится к вымыванию углекислоты из организма, получаются такие словесные обороты, не отражающие истинную суть дыхания. Стрельникова учитывает только энергетический аспект, вообще не вдаваясь в физиологию и роль углекислоты. Поэтому автор, то бишь я, излагая методики максимально приближенно к оригиналу, использую их мысли, то есть мысли авторов этих методик, которые не отражают действительность, но вы должны об этом знать. Это мое замечание. Итак, приняв нужное положение, начинайте постепенно уменьшать глубину дыхания, сводя ее на нет. При этом должна ощущаться легкая нехватка воздуха. Внешнее дыхание должно стать незаметным. Уменьшение глубины дыхания способствует поднятие глаз вверх, подбородок не поднимать и слегка надутые губы. Существует множество инструкций по применению метода ВЛГД, в которых даются различные варианты тренировок. Поэтому я сошлюсь на официальный источник журнал «Природа и человек» номер 5 за 1989 год, в котором помещена статья Константина Павловича Бутейко «Очищение дыханием». И я пошел цитировать эту статью. Уменьшать глубину дыхания нужно 6 раз в сутки в 0, 4, 8, 12, 16 и 20 часов. Причем 2 цикла в ночные часы. В каждом цикле 5 попыток. И тренироваться лучше так, чтобы в районе 5 минуты вы уже не могли дышать в выбранном режиме. Дальше время попыток увеличивается до 10 минут. Освоив такой ритм, нужно переходить ко второй степени и опять стараться еще больше уменьшить глубину дыхания и дышать в новом ритме сперва до 5, а затем до 10 минут. Таких степеней уменьшения дыхания несколько. Переходить от одной к другой можно лишь тогда, когда полностью освоишь предыдущий режим и вернуться к прежнему дыханию невозможно. Цитата кончена. Итак, вы в течение 5 минут, а в дальнейшем 10, уменьшали глубину дыхания. Теперь измерьте КП, контрольную паузу. Это и есть одна попытка. Далее вы уменьшаете глубину дыхания снова в течение 5 минут и делаете контрольную паузу. Это вторая попытка. И так до 5 попыток. Этим ограничивается первый цикл упражнений, который продолжается 5 попыток по 5 минут. Плюс время затрачено на КП, то есть контрольную паузу. Итого время одного занятия будет равняться 30 минутам в случае 5 минутной попытки и около часа в случае 10 минутной попытки. Закончив такое занятие, вы замеряете в конце ЧП и ЧД. Частоту пульса и частоту дыхания. Каждый цикл, то есть занятие, выглядит так. Первый цикл 0 часов ЧП равняется ЧД равняется КП. То есть данные в начале занятия. Частота пульса, частота дыхания, контрольная пауза. Далее Т1 равняется КП1 равняется. При этом Т1 это время попытки равна 5 или 10 минутам. А КП1 контрольная пауза после нее. Т2 контрольная пауза 2. Т3 контрольная пауза 3. Т4 КП4 Т5 КП5. Теперь еще раз замерьте ЧП и ЧД. Частоту пульса и частоту дыхания. Второй цикл тренировка вы проводите в 4 часа утра. И все повторяется снова. Суточные упражнения заканчиваются расчетом среднего арифметического. Из замеренных за сутки 36 КП контрольных пауз. Эту цифру также заносят в тетрадь и затем по ним смотрят динамику тренировочного процесса. Критерии правильности проведения тренировки следующие. Легкая нехватка воздуха в начале занятия 5-минутной попытки, переходящие в очень сильную, уже не могли дышать в выбранном режиме. Ощущение теплоты с переходом в испарину и даже пот. Рост КП контрольной паузы от одной попытки к другой, от одного дня к другому. В самом начале занятий КП может увеличиваться очень медленно или даже стоять на месте. Это значит, что углекислый газ, накопленный во время попытки, тут же используется организмом, а для накопления его в крови еще недостаточно. Поэтому не думайте, что вы неправильно поступаете, продолжайте тренироваться и КП начнет потихоньку расти. Такой программы необходимо придерживаться, пока не дойдете до легкой задержки равной 60 секундам. После этого можно заниматься два раза в день в течение одного года. Занятия проводить часовые, утром после подъема и вечером перед ужином. После этого переходите на одно занятие по часу, которое выполняете перед ужином, а утром только проверяете КП, контрольную паузу, которая должна быть не ниже 60 секунд. Через полгода, год, прекратите занятия, а можете и продолжать. И делайте две вещи. Проверяете утром КП, чтобы она была не ниже 60 секунд. И выполняете легкие физические упражнения, которые способствовали бы накоплению углекислоты в организме. Если КП по утрам у вас начинает падать, обязательно найдите причину и ликвидируйте ее. Если КП по-прежнему падает, обратно приступайте к занятиям по всем вышеуказанным правилам. Увеличению глубины дыхания, то есть падению контрольной паузы, способствуют хронические танзелиты, холестициты, аппендициты, бронхиты, пневмония. Все, что имеет много кофеина, кофе, какао, чай, шоколадные конфеты, антибиотики, спазмолитики и другие подобные лекарства. Алкоголь, никотин, наркотики, гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Жаркая погода, чрезмерное увлечение парной и другими горячими процедурами. Отрицательные эмоции, положение глаз вниз, обильное и смешанное питание, белковые продукты, мясо всех видов, рыба, яйца, молочные продукты, а также цитрусовые и дрожжевой хлеб. Накопление углекислого газа в организме идет ступенчатообразно. Каждые 5-7 дней, но при этом у всех строго индивидуально, когда контрольная пауза увеличивается на несколько секунд. Это и есть ступени дыхания, во время которых оно уменьшается по глубине, а количество углекислого газа в организме возрастает. Такие перестройки в организме проявляются в виде очистительных кризисов. По наблюдениям бутейка должно произойти 8 ломок. Во время ломок можно определить пораженные органы и системы. Чем больше они поражены, тем острее пройдет ломка. Самая тяжелая первая ломка возникает из-за того, что первой восстанавливается кислотно-щелочное равновесие крови. Это мощный очистительный кризис. Последующие ломки будут слабее и слабее. Одна ломка может продолжаться от 3 до 6 недель, в зависимости от степени поражения организма. Чем раньше начнется ломка, тем последующие будут слабее. Чтобы ломка началась быстрее, можно подержать ноги в холодной воде. Во время ломок могут отозваться места, которые давно зажили. Например, ожоги с детства, места ранений и так далее. Помните, без ломок не будет выздоровления. Шестимесячная ломка обязательно, если хорошо идет набор контрольной паузы. Преддверие ломки и признаки самой ломки. Первое. Плохой сон и болезненно хочется спать. Второе. Раздражительность. Третье. Плаксивость. Четвертое. Падает аппетит. Пятое. Обостряются все хронические заболевания. Шестое. Появляются в боли пораженных ранних местах. Ожоги, порезы, ранения и так далее. Седьмое. Головная боль. Восьмое. Понос. Как же без него-то? Девятое. Увеличивается мочеиспускание. Десятое. Появляется кровь с мокротой или слизь из носа и десен. Одиннадцатое. Перед началом ломки и легче, чем раньше, происходит задержка дыхания. Растет КП. КП – контрольная пауза. Двенадцатое. Могут быть галлюцинации. Тринадцатое. Судороги. Четырнадцатое. Изжога. Тошнота. Иногда рвота. Пятнадцатое. Зуд кожи. Шестнадцатое. Крапивница. Семнадцатое. Экзема. Восемнадцатое. Аллергический насморк. Девятнадцатое. Снижение трудоспособности. Двадцатого. Боли в сердце. Двадцать первое. Шум в голове. Головокружение. Головные боли. Двадцать второе. Одышка. Кашель. Двадцать третье. Сильно мерзнут ноги, а также ряд других симптомов в зависимости от поражения организма. По признакам ломки можно судить, какие органы и системы организма поражены. Если нарушен сон, появляются головные боли, раздражительность, плаксивость и так далее, сильно поражена нервная система. Тошнота и сжога рвота. Больная печень. Галлюцинации бывают при пораженной психике. Судороги указывают на недостаток витаминов группы В. Кашель. Хронический бронхит. Боли в сердце. Шум в ушах. Шум в голове. Одышка и так далее. Поражена сердечно-сосудистая система. Если мерзнут ноги, поражены кровеносные сосуды ног. Если обостряется астма, поражены бронхи и легкие. Ниже следующие советы Константина Павловича Бутейко помогут вам нормально преодолеть ломки. Не бояться ничего. Все пройдет и ничего не случится плохого. Например, многие больные бывают в панике при виде черных, зловонных, запекшихся кусков мокроты. Это очищаются бронхи. Или не могут уснуть, нет аппетита, плачут, не найдут себе места и так далее. Пройдет ломка и все нормализуется. Как только вы обнаружите, что у вас начинается ломка, то есть кроме вышеперечисленных обстоятельств, обострений, у вас начнет падать КП. Поэтому принимайте сразу меры по ее сохранению. А. Прибавьте еще одну попытку к занятиям. Б. Если очень сильно даются задержки, парьте ноги во время занятий, но не перегревайтесь до пота. Можно пить по 200-250 граммов горячей воды в течение 10-15 минут, а затем через 15-20 минут начинать заниматься. Можно принимать и горячую ванну, вымыть голову горячей водой, ставить горчичники на грудь, растереть грудь теплыми руками, особенно во время кашля. Если у вас сильная ломка и вы приняли все меры и все равно не можете выдержать ранее взятых КП, не волнуйтесь, включите еще одно-два занятия сверх нормы с целью усиленного накопления углекислого газа и кислорода в организме. Если не хочется есть, не насилуйте себя, но пейте побольше для вымывания шлаков. Во время ломок строго соблюдайте принципы правильного питания и полностью исключите белковые продукты, цитрусовый и дрожжевой хлеб, а также продукты, содержащие кофеин. Во время ломок особенно страшен кашель, это обостряется бронхит. Старайтесь унять его любой ценой. Третье переносицу, растирайте грудь теплой рукой, ставьте горчичники и так далее. Больше двигайтесь на свежем воздухе, но не спите и не лежите. Если станет не в моготу, то засните на 30-35 минут. Затем снова будьте в движении и регулярно выполняйте тренировочное дыхание. Во время занятий по методу бутейка ощущается недостаток калия, кальция и натрия в организме. Их необходимо восполнять пищей, содержащей в повышенном количестве эти микроэлементы. Такие продукты потребляйте в течение 10 дней, а затем сделайте перерыв на этот же срок. И наоборот, когда появляется в организме избыток калия, наступает насморк. На 1-2 дня прекратите принимать калийные продукты. Это, как правило, сладкие фрукты и овощи. Бутейка блестяще воплотил заветы древнейших мудрецов. Прежде чем лечить другого, исцелись сам. Прежде чем предложить что-либо другому, испытай на себе. Кстати, я этим и занимаюсь. Знания, добытые им, весьма пригодятся, особенно в практическом плане тем людям, которые будут практиковать и другие способы дыхательной тренировки. В заключении два примера лечения с помощью ВЛГД, волевой ликвидации глубокого дыхания, который описывает в своей практике сам Бутейка. Пример первый. Больной С, 40 лет, инженер-механик, в прошлом мастер спорта по конькам, госпитализирован скорой помощью 8 июня 1980 года с диагнозом Атопическая бронхиальная астма, тяжелая форма, приступный период, астматический статус, сердечно-легочная недостаточность 2-3 степени, гормонально зависимый, полиаллергия к запахам, лекарству, то есть седуксину, коргликону и т.д. Жалобы на астматическое состояние, на фоне которого преимущественно в ночное время и от малейшей физической нарушки возникают 10-15 тяжелейших приступов у душья, сильный кашень с трудно отделяемой мокротой, одышка в покое, потливость, слабость, сердцебиение, плохой сон, метеолобильность, чувство страха, раздражительность. Болен с апреля 1976 года. Во время заболевания гриппом ввели внутривенно полилюкин, после чего развился первый тяжелый приступ у души. Состояние астматического статуса держится 2 месяца. С первых дней заболевания принимал преднизолон до 60 мг, гидрокортизон 300 мг, затем поликарталон 32 мг в сутки. 12 августа 1976 года была проведена операция корней левого легкого, после чего состояние ухудшилось. С 13 сентября по 30 декабря 1976 года находился в аллергическом отделении областной больницы города Новосибирска с диагнозом узелковый периартрит, подострое, прогрессирующее течение с синдромами бронхиальной астмы, плеврита, коронартрита и очаговыми изменениями в миокарде, нефрита, полиневрита, поражение желудочно-кишечного тракта, кахексия. В больнице был переведен на инвалидность второй группы, а затем первой группы. В последующем больной 15 раз лечился в стационарах без должного эффекта. Как говорится, комментарии излишни. Лечить будем? Хо-хо, лечим. Специфическое обследование и лечение у аллерголога не проводилось из-за тяжелого общего состояния. Последнее обследование началось 4 июня 1980 года, когда для снятия приступа удушья до 6 раз в сутки вызывали скорую помощь. Был госпитализирован в астматическом состоянии 11 июня 1980 года. Кроме массивной терапии, бронхолитики, сердечные, гормоны, седативные, больной бесконтрольно за ночь использовал два полных ингалятора с астмопентом и новодрином. Состояние значительно ухудшилось и была вызвана реанимационная бригада. Ну что поделаешь, мы лечим. Вот так вот идет лечение. Несмотря на реанимационные меры, полностью снять астматическое состояние не удалось. 12 июня 1980 года к больному был применен способ ВЛГД, волевой ликвидации глубокого дыхания. Все медикаментозные средства, кроме преднизолона, были отменены. Доза преднизолона, регулярно употребляемая больным, последние 3,5 года, это 35 мг в сутки, была снижена в 2 раза. В момент осмотра состояние больного было тяжелым. Выраженная отдышка. Покой с участием дополнительной дыхательной мускулатуры. Больной занимал вынужденное положение. Дышал шумно ртом. Цианоз губ. Грудная клетка расширена в нижних отделах. Фиксированная на вдохе. Частота дыхания 32 в минуту. КП 2-3 секунды. Способ ВЛГД усвоил с первого объяснения. И через 2-3 минуты кашель и приступ удушья купировались. Уменьшилось сердцебиение. Улучшилось общее состояние. Вот что значит правильный подход. Сразу была проведена вентиляционная проба. Глубокое дыхание 12 вдохов за 30-40 секунд вызвало кашель и приступ удушья. Дрожь в теле. Сердцебиение. Которые исчезали за 2-3 минуты при повторном применении способа ВЛГД. Таким образом, проба оказалась положительной и специфичной. И подтвердила зависимость бронхоспазма, кашля и сердцебиения от гипервентиляции. В дальнейшем больной научился самостоятельно снимать приступы кашля и удушья. Приступы прекратились с первого дня. Устранение гипервентиляции и необходимость в медикаментозной терапии полностью отпала. Полностью отпала. А до этого пытались только медикаментами и вернуть нормальное состояние. Но это же не тот путь. Сниженные дожды преднизолона были временно сохранены. Впервые за несколько последних месяцев больной стал значительно активнее. Свободно ходил по коридору и поднимался по лестнице на третий этаж. На второй день занятий, когда уровень СО2 повысился с 24,4 до 31,5 мм ртутного столба, а контрольная пауза увеличилась с 3 до 12 секунд, отмечались симптомы реакции выздоровления, головная боль, повышение температуры до 39 градусов, которая держалась в течение 4 часов. Это сопровождалось выделением обильной мокроты до 150 мл в виде слизи, пробок, тяжи. Мокрота отходила легко, без напряжения, уменьшился аппетит, усилилась жажда и выделение горькой вязкой слюны с запахом применяемых ранее лекарств. Участились мочеиспускания и стул. Эти явления продолжались в течение суток, после чего состояние улучшилось, нормализовались сон, аппетит, исчезли сердцебиение, одышка, кашель, слабость, потливость. На восьмой день, когда уровень СО2 повысился с 31,5 до 37,5 мм ртутного столба, АКП увеличилось до 20-30 секунд, отмечалась повторная реакция очищения. Болезненность в мышцах, повторно отходило много мокроты, проявления реакции были менее продолжительными, чем в первый раз. Выписан из отделения на 10-й день госпитализации со значительным улучшением, физически активен, трудоспособен. В последующий период наблюдения более полутора лет отмечались редкие обострения бронхиальной астмы, связанные с прекращением контроля за дыханием и поездкой на южный берег Крыма. Пример 2. Больной Ше 6 лет поступил на амбулаторное лечение способом ВЛГД 19 ноября 1980 года с диагнозом Атоническая бронхиальная астма, тяжелая форма, астматический статус, легочная сердечная недостаточность, вазомоторная ринопатия, полиаллергия, жалобы на постоянное астматическое состояние, на фоне которого преимущественно в ночное время и после малейшей нагрузки возникают 6-7 тяжелых приступов у души в сутки. Сильный кашек с трудно отделяемой мокротой, иногда доходящий до рвоты, отдышка при физической нагрузке, насморк, потливость, зябкость, слабость, плохой сон, раздражительность, плаксивость, кожный зуд, запоры. Болен с трехмесячного возраста, когда внезапно начались тяжелые приступы у души и астматическое состояние, продолжающиеся несколько суток и недель. За 6 лет жизни, 18 раз находился на стационарном лечении в специализированных отделениях, из них 5 раз в реанимационном отделении. Вот оно, лечение современной медицины. Проведено 10 бронхоскопий. Во время последней бронхоскопии, после второтанного наркоза, больной впал в крайне тяжелое состояние и переведен на управляемое дыхание. Весь 1979 год находился на стационарном лечении. Проводимая терапия, в том числе и гормональная, не дала стойкого эффекта и ремиссии для купирования приступов. Кроме обычной терапии, больной бесконтрольно пользовался четырьмя ингаляторами каждые 15-20 минут. Наводрин, эуспирин, алупент сальбутамол. Отмечается непереносимость к интерферону, альбуциду, фторотану, гостиничной пыли, запаху ели, винограду, яблокам, помидорам, саре, треске и другим продуктам. В момент осмотра состояние средней тяжести дышал шумно ртом с участием вспомогательной мускулатуры. Грудная клетка расширена, особенно в нижних отделах. По всем легочным полям масса сухих и влажных хрипов. Частота дыхания 30 в минуту, КП 3 секунды, частота пульса 118 ударов в минуту. Тахикардия, тонны заглушенные. Способ ВЛГД усвоил сразу и через 10-15 минут снял астматическое состояние. Ну что это за лечение было проведено, которое не дало результаты. И вот 10-15 минут сняли астматическое состояние. О чем это говорит? О том, что совершенно не понимает современная медицина и не разбирается, что надо делать. Ну продолжим. Глубокое дыхание и 12 вдохов за 39-40 секунд вызвало кашель, заложенность носа, приступ удушья, усиление сердцебиения. Вызванные гипервентиляцией симптомы исчезли за 5-7 минут при повторном уменьшении дыхания. Таким образом, проба была положительной и специфической и подтвердила зависимость бронхоспазма, кашля, заложенного носа, сердцебиения от гипервентиляции. С первого дня ребенок самостоятельно научился купировать приступы кашля, снимать насморк. Приступы стали реже, один-два раза в сутки и легче. Значительно сократился прием лекарств. На шестой день прекратились приступы удушья и полностью отпала необходимость в медикаментозной терапии. Больной стал значительно активнее. Впервые в жизни свободно ходил по комнате, поднимался по лестнице на третий этаж, гулял на улице. На шестой день лечения, когда КП увеличилось с 3 до 9 секунд, а уровень СО2 в альвеолах повысился с 37,3 до 31,8 мм хтутного столба, отмечалась реакция выздоровления в виде слабости, головной боли, уменьшение аппетита, выделение горькой вязкой слюны с запахом, рвота, учащение, мочеиспускание и стула. С кашлем обильно отходила густая вязкая мокрота. Эти явления продолжались в течение суток. В дополнительной терапии больной не нуждался, состояние улучшилось, нормализовался сон, аппетит, исчезли, отдышка, потлевая слабость. На 14 день лечения, когда уровень СО2 повысился с 31 до 35,6 мм хтутного столба и КП увеличилось до 20 секунд, отмечалась вторая реакция выздоровления. Появилась болезненность в мышцах всего тела, обильное выделение износа, температура 37,6-39,7 мм. Вновь отходила обильная мокрота. Эти симптомы держались около 7 дней. При достижении контрольной паузы 30-40 секунд исчезли клинические проявления аллергии, в том числе и на запахе. Впервые за 6 лет жизни ребенка в доме была установлена елка, запах которой он ранее не переносил. После лечения гулял в любую погоду по несколько часов в день. Принимал водные процедуры. Под наблюдением 4 года. За это время обострение бронхиальной астмы, аллергических реакций и простудных заболеваний не отмечалось. Улучшилось общее состояние. Полностью исчезли приступы от души. Дыхание через трубку. Этот метод предложил Антон Галузин. Вся суть дыхания через трубку заключается в увеличении вредного пространства дыхательных путей за счет трубки определенного размера. В случае увеличения объема дыхательных путей, то есть длины трубки, концентрации кислорода и его парциальное давление в альвеолах легких, а следовательно и в крови падает. А углекислого газа растет. Падение парциального давления кислорода наблюдается при подъеме над уровнем моря. Величину такого падения можно соотнести с высотой подъема. Вот она таблица, в которой указана концентрация СО2 и О2 в альвеолах в зависимости от увеличения объема дыхательных путей. Посмотрите. Далее идет таблица в соответствии увеличения объема дыхательных путей в высоте над уровнем моря. Есть такая таблица. Посмотрите. Кому интересно. Таким образом, при дыхании через трубку, дополнительно вредное пространство, сокращенно ДВП, можно создать парциальное давление, соответствующее любой заданной высоте. Однако, в отличие от действительного пребывания на высоте, недостаток кислорода будет сопровождаться увеличением концентрации углекислого газа. Для создания увеличенного объема дыхательных путей, сокращенно УОДП, используются трубки с внутренним диаметром 30 мм и длиной 42,5, 99,5, 156, 227, 284 и 355 см. Соответственно, объем трубок составил 300, 700, 1100, 1600, 2000 и 2500 мл. Дыхание выполняется при тех же условиях, что и по методу бутейка, только надевается маска с присоединенной к ней трубкой. В самом начале необходимо освободить легкие от остаточного воздуха. Для этого нужно сделать несколько выдохов при неглубоком коротком вдохе. Дышать через трубку нужно легко и спокойно. Количество кислорода ввиду ухудшения вентиляции легких уменьшается, а углекислого газа увеличивается. Далее этот процесс стабилизируется в зависимости от длины трубки и человек находится на строго выбранном режиме поглощения углекислоты и кислорода. Сам Антон Галузин занимался один раз в день утром. Начал с 5 минут. В начале длина трубки была 80 см. Время дыхания увеличивал ежедневно на 1-2 минуты, а также постепенно удлинял трубку. В дыхании никаких волевых усилий не применял. Ритм дыхания изменялся самостоятельно. Естественно, как бы само собой возникло желание затягивания дыхания. Само дыхание очень легкое, приятное и незаметное. Сейчас занимается по 30 минут. Частота дыхания 4-6 в минуту. Длина трубки 230 см. Через 3,5 месяца таких занятий у него исчезли головные боли, повысилась умственная работоспособность, он перестал ощущать зависимость от погоды, заметно повысилась физическая работоспособность, одновременно снизилась потребность пищи, в том числе мясной. Исчез хронический дерматит. Антон Галузин очень доволен этим дыханием, приносящим здоровье, удовольствие и радость. Вы его также можете практиковать, например, просматривая передачи по телевизору, так называемому зомбо-ящику. Дыхание зародыша. Это древний вид дыхания, лишен недостатков двух предыдущих современных. В нем прекрасно сочетаются оба фактора, накопление углекислого газа организмом и максимальное потребление свободных электронов. Поэтому из выше указанных способов дыхания я рекомендую выполнять именно этот вариант. Для получения эффекта необходимо заниматься по 30-50 минут 3-4 раза в день, например, в 6, 12, 18, 24 часа. Естественно, начинать надо минут с 5 и постепенно довести время до выше указанного. Техника выполнения. Сесть прямо, спина ровная, глаза лучше закрыть. Воздух следует вдыхать через нос медленно, настолько плавно, что не должно быть слышно никакого шума. И вдох надо прекратить, когда грудная клетка начнет расширяться. Затем дыхание следует задержать как можно дольше, по крайней мере на время, которое необходимо, чтобы сосчитать от 1 до 120. После этого необходимо выдохнуть воздух через рот, но лучше через нос полностью. И так плавно, чтобы лебединое перо, подвешенное перед лицом, не шевельнулось. Затем опять следует вдох, задержка, выдох и так далее. Теоретическая цель этого процесса состоит в том, чтобы вернуться к дыханию плода у матери, при котором зародыш непрерывно растет, ничего не теряя. Идеалом была бы задержка дыхания на время, которое необходимо, чтобы сосчитать от 1 до 1000, так как воздух восстанавливает и оживляет организм человека. Воздух должен быть живым, а не мертвым. Это упражнение необходимо выполнять между полночью и полднем. В этот период воздух живой, ян, между полднем и полночью, инь. Тот, кто выполняет дыхательные упражнения данного типа, должен быть вегетарианцем. Помимо обновления организма, как говорят древние мудрецы, это дыхание способствует отвлечению мыслей и, как следствие, хорошей концентрации ума. Оно приносит здоровье и полное умиротворение. Методики набора дыхательной праны. Под набором дыхательной праны надо понимать процесс поглощения и распределения свободных электронов в организме с помощью дыхания. Для этой цели наиболее подходят три типа дыхания. Методика Стрельниковой. Разновидность йоговского дыхания Сат-Нам. А также Бхастрика-Пранаяма. Метод Стрельниковой. Александра Николаевна была когда-то актрисой и пела. Потом сорвала голос, лечила ее мать, Александра Северова, педагог по постановке голоса, которая удачно отобрала дыхательные упражнения. Александра Николаевна систематизировала эти упражнения и появилась дыхательная гимнастика Стрельниковой. Получив диплом педагога-вокалиста, работала с певцами, ставила голос, распевала их перед спектаклями, восстанавливала звучание. Потом стала замечать, что вместе с голосом оздоравливается организм, в особенности органы дыхания. Тогда она стала принимать больных людей. Слава о диковинной дыхательной гимнастике и о чудесном исцелении пошла по Москве и далее по всей стране. В начале 70-х годов Стрельникова запатентовала свою дыхательную гимнастику и стала официально лечить астматиков. Итак, что же предлагает Стрельникова? Наш предок ежесекундно нюхал воздух, кто может меня съесть, а кого я. Так делает каждое дикое животное, иначе ему не выжить, потому что обоняние может сообщить о спрятавшемся враге или добыче. И мы тренируем вдох предков и естественный вдох предельной активности. Выдох происходит самопроизвольно. Наш вдох должен быть взволнованным. Так говорит Стрельникова. Свою дыхательную систему дыхательных упражнений она назвала парадоксальной дыхательной гимнастикой и упор делала на 4 правила. Правило первое. Думайте. Гарью пахнет тревога. И не делайте вдох аж шумно на всю квартиру. Нюхайте воздух, как собака след. То есть так примерно. Чем естественнее, тем лучше. Делая вдох, не стремитесь раздуваться, что есть силы. Это самая грубая ошибка. Тянуть вдох, чтобы набрать воздуха побольше. Вдох должен быть коротким и активным. То есть примерно таким. Думайте только о вдохе. Следите только за тем, чтобы вдох шел одновременно с движением. Выдох – результат вдоха. И от природы вдох слабее выдоха. Тренируйте активный вдох и самопроизвольный пассивный выдох. Это поддерживает естественную динамику дыхания. Второе правило. Не мешайте выдоху уходить после каждого вдоха. Как угодно. Сколько угодно. Лучше через рот, чем через нос. Не помогайте ему. Думайте. Гарью пахнет. Тревога. И выдох уйдет самопроизвольно. Увлекайтесь вдохом и движением. И все выйдет. Чем активнее вдох, тем легче уходит выдох. Невозможно накачать шину, действуя по принципу. Пассивный медленный вдох. Активный медленный выдох. Следовательно, невозможно по такому принципу наполнить воздухом мельчайшие дыхательные пути легких. А в живой природе все, что не используется, отмирает. Мои дополнения. На самом деле наоборот. Смотрите теоретический раздел дыхания. И это лишнее указывает на то, что Стрельникова абсолютно не понимает механизм оздоровления собственной методикой. Третье правило. Накачивайте легкие как шины. В темпо-ритме песен и плясок. Все фразы песен и плясок идут на 8, 16 и 32 такта. Следовательно, этот счет физиологичен. И тренируя движения и вдохи, считайте на 4,8, а не на 5 и 10. Скучно считать мысленно про себя? Тогда пойте. Норма урока 1000-1200 наших вдохов, можно и больше. 2000. Для инфарктников 600. Четвертое правило и очень важное. Подряд делайте столько вдохов, сколько в данный момент можете легко сделать. В тяжелом состоянии по 2, по 4, по 8 вдохов. Сидя или лежа. В нормальном по 8, 16, 32, стоя вдоха. Доходите до 1000-1200 вдохов постепенно. Чем хуже самочувствие, тем больше делайте гимнастику, но отдыхайте чаще. 4000 вдохов в день, а не в один раз хорошая норма для оздоровления. Далее Стрельникова рекомендует вернуть ноздрям естественную подвижность. Для этого она предлагает следующую разминку. Встаньте прямо, руки по швам, ноги на ширине плеч. Делайте короткий как укол вдохи, громко шмыгая носом. Не стесняйтесь звука. Вот так примерно. Заставьте ноздри соединяться в момент вдоха. Мы зажимаем резиновую грушу, чтобы из нее брызнуть. Также надо зажать крылья носа, чтобы брызнуть воздухом внутрь тела. Тренируйте по два, по четыре вдоха подряд. Сотню вдохов, может и больше, чтобы ощутить, что ноздри двигаются и слушаются вас. Чтобы лучше понять нашу гимнастику, выполняйте такое упражнение. Делайте шаги на месте и одновременно с каждым шагом вдох. Правой, левой, правой, левой. Вдох, вдох. А не вдох, выдох, как в обычной гимнастике. Затем рекомендуется движение головой. Первое. Повороты. Поворачивайте голову вправо-влево в темпе шагов. И одновременно с каждым поворотом вдох носа. Короткий, как укол. Шумный на всю квартиру. Первый день. По восемь вдохов подряд. Всего девяносто шесть вдохов. Можно и дважды по девяносто шесть. Второе. Ушки. Покачивайте головой, как будто кому-то говорите. Ай-ай-ай. Как не стыдно. Следите, чтобы поворота не было. Работает другая группа мышц. Правое ухо идет к правому плечу. Левое к левому. Плечи неподвижны. Третье. Малый маятник. Кивайте головой вперед-назад. Вдох-выдох. Думайте, откуда пахнет гадью. Снизу-сверху. Ушки и малый маятник. Сделайте не менее, чем по девяносто шесть вдохов. На каждое движение. По восемь, шестнадцать или тридцать два вдоха подряд. Сколько сможете сделать легко? Можно и две сотни. Сто девяносто два. Вдоха, движение головой. Каждое. Думайте, заставлю ноздри двигаться, как никогда. Склеиваться в момент вдоха. После разминки приступают к главным движениям. Кошка. Первое. Кошка. Вспомните кошку, которая крадется, чтобы схватить воробья. И повторяйте ее движение, чуть-чуть приседая. Покачивайтесь. То вправо, то влево. Тяжесть тела переносите то на правую ногу, то на левую. На ту, в какую сторону вы повернулись. И яростно нюхайте воздух справа, слева. В темпе шагов. Сделайте два раза по девяносто шесть вдохов. Можно и больше. Это упражнение иногда останавливает приступ астмы. В плохом самочувствии его надо делать сидя. Насос. Второе. Насос. Возьмите в руки свернутую газетку или палочку, как будто вы накачиваете шину автомобиля. Вдох во второй половине наклона. Кончился наклон, кончился вдох. Поскольку наклоны пружинистые, не разгибайтесь до конца. Повторяйте вдохи одновременно с наклонами часто, ритмично и легко. Чем больше похоже на накачивание шины, тем лучше. Так надо делать три-четыре раза в день. Сделайте это движение. Вдох больше, чем все остальные. Три, четыре и даже пять раз по девяносто шесть в урок. Вдох как укол. Мгновенный. Из всех наших движений вдохов этот самый результативный. Останавливает астматические сердечные приступы и приступы печени, потому что выкачивает из нее избыток желчи, который этот приступ вызывает. Во время приступа делайте это движение вдох по два, по четыре вдоха подряд, сидя удобно на краю стула. Уприте с ногами в пол, руками в колени и накачивайте ваши живые шины, чтобы спасти их от удущия в темпе пульса. Не замедляйте, но отдыхайте чаще и дольше, чем делая гимнастику в нормальном состоянии. Стрельникова заметила одну особенность. Когда что-то болит, сидят согнувшись. Идет сердечный приступ или приступ астмы или головная боль. Рыдаем от горя, сгибаемся вперед, сидим согнувшись. Боли разные, а защита одна. Наклон вперед. Это не случайно. О проявлении инстинкта самосохранения. Мое пояснение. Этот инстинкт самосохранения выражается в уплотнении хронального поля, которое, уплотняясь, вытесняет боль, восстанавливает структуру. Обними плечи. Третье. Обними плечи. Легкие, конусообразные. Узкие вверху, они расширяются к основаниям. Следовательно, если делая вдох, вы раскидываете руки, воздух расходится в узкие верхушки. Если обнимаете плечи, воздух заполняет легкие от верхушек до дна, не искажая их форму. Поднимите руки на уровень плеч. Поверните ладони к себе и поставьте их перед грудью чуть ниже шеи. Бросайте руки навстречу друг другу так, чтобы левое обнимало правое плечо, а правое левую подмышку. То есть, чтобы руки шли параллельно друг к другу в темпе прогулочных шагов. И строго одновременно с каждым броском повторяйте короткие вдохи. Думайте, зажимая там, где болезнь расширила. Сделайте два раза по 96 вдохов. Подряд столько, сколько можете сделать легко. И думайте, плечи помогают вдоху. Большой маятник. Четвертое. Большой маятник. Это комбинация самых результативных движений. Насоса и обними плечи. В темпе шагов. Наклон вперед. Руки тянутся к земле. Вдох. Наклон назад. Руки поднимают плечи. Тоже вдох. Вперед, назад. Вдох, вдох. Тик-так. Тик-так. Как живой маятник. Делайте два раза по 96. Начиная движение. Первую сотню с насоса. Вторую с обними плечи. Заключительное пояснение Александра Николаевны о своей гимнастике. Из 40-летней практики, я знаю, наша гимнастика нормализует волнение, давление и температуру. При повышенной температуре делайте ее лежа или сидя при нормальной стое. Если вам более 60 лет, осторожно. По 8 вдохов подряд. Если меньше лет, делайте смело и измеряйте температуру. Она будет нормализоваться после каждой подкачки, опускаясь на 0,5 градуса Цельсия, если она ниже 39 градусов Цельсия. И на 0,3 градуса Цельсия, если выше. Подкачка единственная надежда при отеке легких. Она великолепно влияет на щитовидную железу и состав крови. При диабете снижает процент сахара. При лейкемии повышает процент гемоглобина. Причем с необычайной быстротой. Великолепно ее применение и при туберкулезе. Осторожно ее применять надо только тяжелым сердечником. Начинать с 600 вдохов в урок, затем в 800, 1000, 1200 и так далее. На четвертом, пятом занятии делают 2000 вдохов легко. Если вам трудно, значит вы где-то делаете ошибку. Ищите. Чаще всего это стремление втянуть побольше воздуха. Не делайте этого. Сердитесь на болезни. Делая гимнастику, сердитесь на свою слабость и она отступит. Помните, вдох не объемный, а активный. Вот такой. Если через 15-20 минут после тренировки у вас отдышка, не пугайтесь. Продолжайте тренировку, но делайте не 960 вдохов в урок, а половину. Отдых 15-20 минут и вторую половину. Отдышку остановите, делая повороты головой, насос и кошку по 2-4 вдоха подряд и продолжайте бороться, потому что наша гимнастика сильнее болезни. Комментарий. Механизм действия стрельниковского дыхания в журналах описан на примитивно детском уровне с употреблением слова по-видимому. Я специально выделил крупным шрифтом те слова, которые отражают саму суть этого метода. Первое. Короткий как укол вдохи, громко шмыгая носом с сильным акцентом на обоняние. Именно такое дыхание позволяет пропускать наибольшее количество воздуха через нос, раздражать обонятельные поля и проводить регулирующее действие на весь ферментативный аппарат человека. Второе. Вдохи короткие и проделываемые на сжатой грудной клетке не позволяют вымываться углекислому газу. Он накапливается в организме, нормализуя внутреннюю среду для протекания биологических реакций. Третье. Выполнение движений стимулирует выработку углекислого газа и подзаряжает организм энергии свободными электронами, которые активизируют и поступают в акупунктурную систему в результате мышечной деятельности. Именно эти эффекты и объясняют подкачку организма энергии, о которой говорит Стрельникова. Выполняя движения и такое дыхание, человек уподобляется динамо-машине, в которой руки и туловище становятся ротором, а собственно аура статором. Кровь – ротор, а тело с магнитным полем – статор. И как следствие, чем больше таких движений дыхания, тем больше энергии в организме, на что и делает упор Александра Николаевна. Воздух при этом должен ходить через носовую полость, что вполне физиологично, и приближает нас к дыханию новорожденного ребенка, который дышит 40-55 раз в минуту, и в выдыхаемом воздухе содержится больше кислорода и меньше углекислоты, что указывает на плохую вентиляцию легких, для создания большей концентрации углекислого газа в легких, и активизацию обонятельных рецепторов, активаторов, гипоталамуса, лимбической системы, которые регулируют пищевую прану. Йоговское дыхание сатнам – это особый вид дыхания, который применяется в кундалини-йоге для возбуждения энергетики. Меня поразили изощренность разработки этого метода и его эффекты. Выполнение. Кстати, тут рисунок. Можете посмотреть, как надо сесть, принять положение. Сядьте на пятки и вытяньте руки вверх над головой, чтобы плечи закрыли уши. Переплетите все пальцы, кроме указательных. Указательные пальцы должны быть направлены вверх. Начинайте петь сатнам с чувством и постоянным ритмом. Примерно 8 раз в 10 секунд. Звук сат произносится резко, как свист. Сат! 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 И живот поджимается к позвоночному столбу. Это резкий выдох с произнесением звука САТ! 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 Произнося звук НАМ, вы вдыхаете через нос. Ровно настолько, насколько произносится сам звук. Живот при этом расслабляется. Это очень небольшое вдыхание. То есть НАМ! 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 Если сказать вернее, то нет ни вдоха, ни выдоха. Резко произнося звук САТ! Вы делаете вдох. Он небольшой по объему. То же самое и с вдохом. Его нет. Произнося звук НАМ! Сколько воздуха вошло, это и есть вдох. Он тоже очень мал по объему. Таким образом, в области пупка возникает ритмическое колебательное движение. Прознося звук САТ, вы должны еще сжать АНУС и слегка потянут его вверх. А на вдохе, прознося нам, его расслабить. Это дыхание. Необходимо выполнять минимум 3 минуты, затем вдохнуть медленно и плавно, полностью заполнить легкие, задержать дыхание и напрягая все мышцы от ягодиц вверх, вплоть до плеч, сильно напрячься. Как бы волна напряжения должна произойти снизу вверх. Мысленно представляете, что энергия течет через верхнюю точку черепа. Где у нас разничок? Затем вы должны расслабиться на время вдвое больше, чем затратили на выполнение этого дыхания. Это дыхание предназначено для здоровых людей, которые хотят получить мощный энергетический заряд на весь день. Вначале выполняйте 3 минуты и отдыхайте 6 минут. Далее увеличивайте время 3 минуты дыхания, 1 минута полного отдыха, еще 3 минуты дыхания и только затем 12 минут полного отдыха. В дальнейшем постепенно наращивайте время выполнения такого дыхания, пока у вас не будет 15 минут дыхания, 10 минут перерыва и снова 15 минут дыхания, а затем глубокое расслабление 20-30 минут. Постепенно во время выполнения этого дыхания вы почувствуете, как тело начинает гудеть от протекающей по нему энергии. Но все делайте постепенно и с умом. В этом дыхании задействованы следующие физиологические и энергетические механизмы. Прокачка больших масс воздуха через нос с вытекающими отсюда эффектами. Плохая вентиляция легких с накоплением в них углекислоты с вытекающими отсюда эффектами. Эффект низкочастотных вибраций в плазменном теле, возникающий от произнесения слова «нам». Это больше напоминает внутренний звук, чем слово, то есть «нам», «нам», а не так «нам», «нам». Эффект высокочастотных вибраций в плазменном теле, возникающий от произнесения слова «сат», «сат». Вот слово «сат» мы можем так произнести, «сат», а это звук «сат», 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 «сат». Колебания живота в области пупка вызывают сжатие и расширение плазменного тела с его магнитным полем, что приводит к появлению мощных токов в теле. Сжатие ануса на выдохе при произнесении слова «сат» по закону распределения энергии концентрирует ее в этой области, где и происходит ее съем с рецептов ануса. Поднятый вверх руки направляет ее вдоль позвоночника вверх. Конечное напряжение всех мышц с мысленным представлением посылом этой энергии способствует лавинообразному появлению свободных электронов и направлению их вверх. Дается мягкий ритмичный массаж всем внутренним органам. Сердце укрепляется благодаря ритмическому повышению и понижению кровяного давления, которое возникает от насосообразных движений пупка. Происходит балансировка нижних трех чакр, которые ответственны за психические расстройства, возникающие от сексуальности и чрезмерной мыслительной деятельности. Таким образом, данный вид дыхания позволяет вам контролировать настойчивые половые желания и направляет сексуальную энергию на созидательную оздоровительную работу в организме. В заключении укажу. Уважайте внутреннюю мощь этого дыхания. Готовьте себя к нему постепенно, не спеша. Это дыхание прорабатывает все уровни нашего существа. Если энергетические каналы заблокированы, а вы усердствуете в этом дыхании, то можете получить громадный энергетический удар. Осторожность и постепенность – вот то основное, чего надо придерживаться при выполнении этого упражнения. Бхастрика пранаямов. В переводе это слово означает «кузнечные меха». Как кузнечные меха служат для подачи большого количества воздуха в печь, так и это упражнение способствует подаче воздуха в наш организм. Выполняется она просто. Садитесь прямо, закрываете правую ноздрю большим пальцем и делаете тихий, очень медленный вдох, выполняя последовательно нижнее, среднее и верхнее дыхание. Как только вдох окончен, открываете правую ноздрю, а левую закрываете безымянным пальцем и делаете через правую ноздрю тихий, продолжительный вдох с максимальным опорожнением легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в животе образовалась ямка. После этого незамедлительно выполняйте тихий, растянутый вдох через правую ноздрю, а выдох тихий и растянутый делайте через левую. Далее весь цикл повторяете снова. Это и будет одна бухастрика пранаяма. Как видите, она очень простая, но весьма эффективна. При выполнении этого дыхания на организм накладываются следующие воздействия. Первое. Ритм дыхания. Чем выше ритм дыхания, тем сильнее возбужден человек. И наоборот, чем он медленнее, тем спокойнее человек, тем мозг отдыхает и происходит расслабление. Если частота дыхания не превышает 8 раз в минуту, то главная эндокринная железа организма гипофиз начинает работать более эффективно. Если же человек начинает дыхать с частотой менее 4 раз в минуту, шишковидная железа эпофиз начинает полноценно функционировать. А ввиду того, что шишковидная железа выполняет роль синхронизатора смены дня и ночи в организме, с которым связана деятельность циркулированной энергии по каналам акупунктурной системы, трудно переоценить ее правильную деятельность для здоровья организма. К тому же, правильная работа этой железы связана с некоторыми ситхами, так называемыми совершенствами, такие как яснослышание, ясноведение, яснознание и так далее. Бухастрика пранаяма как раз и способствует нормализации функции шишковидной железы, ибо частота дыхания при ее выполнении уменьшается до 3-2 раз в минуту. Кстати, ступени супервыносливости по бутейка предусматривают 4-3 дыхания в минуту. Второе. Уравновешивающее воздействие посредством попеременного дыхания через левую и правую ноздри и его эффект на левое и правое полушария мозга. Третье. Сжатие и расширение плазменного тела с его магнитным полем. Максимальное подтягивание живота вверх при выдохе и выпячивание его при вдохе приводит к появлению в организме мощных токов, которые выравнивают в организме различные перекосы энергетики, что проявляется внешне в виде испарины и тому подобное. Четвертое. Мощный массажный эффект на органы брюшной полости. Вспомним том первый, где с вами Шивананда очень хорошо разносляет благотворное влияние этого дыхания. Методики набора духовной энергии. Существует несколько способов набора духовной энергии, то есть уплотнения голографического тела. Но первым и главным будет способ не делать того, что способствует ее уменьшению и рассеиванию. Уменьшению способствует чрезмерная и частая еда, беспорядочный образ жизни. Об этом было сказано вполне достаточно, поэтому подробно останавливаться не будем. Рассеивая духовную энергию не нужна болтливость, беспорядочное мышление, чрезмерная эмоциональность и любовь к бесплодным мечтаниям. Для борьбы с этим уже в древние времена были разработаны следующие методы. Обет молчания против болтливости. Одномыслие с помощью молитвы и мантры. Мысленный обет молчания. Концентрация на самом себе. И быть здесь и сейчас от беспорядочного мышления, эмоциональности и фантазирования. Например, Серафим Саровский использовал обет молчания, молитвы, затворничество и многое другое. Порфирий Иванов придумал собственную молитву-присказку, которую он назвал гимн жизни. Вот она. «Люди Господу верили как Богу, а Он сам к нам на землю пришел. Смерть как таковую изгонит, а жизнь во славу ведет». Повторит два раза. «Где люди возьмутся на этом бугре, они громко скажут слово. Это есть наше райское место. Человеку слава бессмертна». Повторит два раза. Эта молитва-гимн звучала в его сердце всегда, в любую минуту. Он начинал ею день и ею же заканчивал. Постепенно накапливаемая духовная энергия в теле человека творит чудеса и дает ситхи, то есть различное совершенство. Теперь можно перейти к методам набора духовной энергии. Конечно, их великое множество. Мы с вами рассмотрим наиболее доступное расслабление, мысленные настрои, концентрация на собственном теле с представлением света внутри и вдохе жизни. Расслабление. Суть этого метода очень проста, но выполнение весьма трудное. Надо лечь, расслабить все мышцы, успокоить дыхание и мышление. Когда прекратится всякая мыслительная деятельность и вы провалитесь в нечто, не ощущая ни тела, ни сознания, а затем встрепенетесь вновь ощущая себя, то обнаружите в организме особую свежесть и энергию. Это и будет означать, что вы уплотнили голографическое тело, то есть набрались духовной энергии. Если практиковать это систематически, то будете входить в это состояние с каждым разом все быстрее и быстрее, получая колоссальную пользу. Лично я использую этот метод для того, чтобы восстановиться в дороге. То есть я еду на машине, устал, остановился, буквально таки 10-15 минут я провалился, потом встрепенулся и полный свежих сил еду дальше. Ниже следующие советы Поля Брега помогут вам во владении расслаблением. Чтобы расслабиться и уснуть, то есть провалиться, советую вам затемнить комнату, выключить радио и так далее. Лечь на кровать на спину с руками вытянутыми вдоль тела, но так, чтобы они не касались его и свести свои воспоминания до минимума. Дайте рукам отдохнуть, положите их ладонями вверх, ноги вытяните, но так, чтобы они не касались друг друга. Голову положите на кровать или маленькую подушку, как вам удобно. Глаза сначала оставьте открытыми, но не смотрите в одну точку прямо перед собой, а водите ими вверх, вниз или в стороны. После подобных движений ваши глаза сами закроются. Мысленно всегда следуйте за движениями глазных яблок. Вы расслабляете ваши мышцы и это приведет в конце концов к расслаблению всего организма и естественному и восстанавливающему сну. Движением руки или ноги или изменением позы вы прерываете внутренний расслабляющий процесс и те мышцы, которые уже достигли известной степени расслабления, должны будут в этом случае начать весь процесс снова. Мускулы, которые слишком напряжены, могут чувствовать себя неудобно, но движением вы только продлите это неудобство. Процесс расслабления таких мышц может занять от 10 до 15 минут. Расслабленные мышцы должны чувствовать себя очень приятно, а если вы расслабитесь полностью, то ощутите необыкновенный покой. Неудобства в какой-то мышце или группе мышц есть показатель того, что они перенапряжены и что вы не даете им расслабиться. Мысленные настрои. Например, человеческий мозг – небывалое чудо природы. Он может целенаправленно отбирать и концентрировать рассеянную в окружающем пространстве хрональную энергию, из которой построено голографическое тело. И не только отбирать, но и вводить ее в свое тело или в органы. Например, вот что пишет Май Михайлович Богачихин в статье «Свет, видимый немногим» журнал «Свет» номер 2 за 1990 год. В атмосфере наблюдали перетекающие сгустки ци золотистого-желтого цвета разных форм. Длинные полосы, шары и прочее удавалось особыми способами побудить их войти в тело. Для того, чтобы собрать и направить окружающую нас хрональную энергию в свой организм, необходимо сесть или лечь, расслабить тело и мысленно, как можно четче представить себя или какой-либо орган идеально здоровым, красивым, наполненным золотистым солнечным светом. Чем ярче и реальнее картина, тем больше эффект. Далее помещаете эту картину в себя или в орган и мысленно говорите. Например, сердце становится идеально здоровым, великолепно работает, прекрасно орошается кровью и так далее. В таком духе ведете беседу с самим собой или со своим органом. Держать картину и вести беседу нужно в течение 30-60 минут, но я думаю достаточно и 10-15. Чем сильнее поражен орган, тем больше времени нужно это делать, а в тяжелых случаях можно это делать весь день. Результат не заставит себя долго ждать и превзойдет все ваши ожидания, ибо нет сильнее животворящей мысли ничего. Для создания хорошего мысленного образа потребуется и огромная работа. Специальная древне йоговская методика тратак поможет во владении этим методом. Суть ее заключается в том, что ставится на расстояние 1,5-2 метров от вас на уровне глаз какой-либо предмет, лучше всего пламя свечи. Вы пристально смотрите на пламя, потом плавно закрываете глаза и с закрытыми глазами в центре лба видите пламя свечи, изображение которого постепенно размывается. Так смотрите, а затем визуализируете объект с закрытыми глазами. Повторять надо до тех пор, пока с закрытыми глазами пламя будет видеться так же, как с открытыми. Конечно, на это уйдет не один месяц, но результаты окупятся. Заниматься так необходимо ежедневно по 20-40 минут в день. Когда вы по своему желанию сможете с закрытыми глазами увидеть любой предмет как наяву, вы достигли желаемого. Теперь надо визуализировать либо прекрасное, здоровое, юное тело и надевать на свое. Либо смотреть в анатомический атлас и визуализировать нужный вам орган в золотистом цвете. Далее поступайте, как было описано. Кто в совершенстве овладеет этим методом или ее разновидностями, может проделывать чудеса. Вот несколько примеров из практики. Создатель метода словесно-образного эмоционально-волевого управления состоянием человека Георгий Николаевич Сытин был демобилизован из армии в результате тяжелых ранений инвалидов. Первые опыты с волевыми настроями он проводил сам на себе. И в 1957 году, пройдя медицинскую комиссию, был признан годным к строевой службе без ограничений. Суть его методики, помимо описанной выше, заключалась в отборе наиболее эффективных слов и словосочетаний, оказывающих максимально исцеляющее воздействие на весь организм, либо на отдельный орган. Например, основной фрагмент настроя на оздоровление сердца выглядит так. В мое сердце вливается здоровая, новорожденная юность. Мое сердце полностью обновляется. Мое сердце новое. Рождается новорожденное юное, нетронутое сердце. Таким образом, подобные настрои можно подобрать для себя самого индивидуально, в зависимости от того, какие слова больше всего вас задевают. В настоящее время в картотеке Сытина вместе с вариантами классифицировано более 20 тысяч настроев и работа по созданию новых лечебных текстов продолжается. Кстати, эта работа близка к заговорам. Известный экстрасенс Владимир Иванович Сафонов поступает так. Вот что он говорит. Я ничего нового не придумал, просто убедился в существовании в своем мозгу биологических часов и получил практическое подтверждение того, что ими можно управлять, не прибегая ни к каким посторонним силам и воздействиям. Для осуществления этого требуется взять какой-либо запомнившийся день вашей жизни, пятилетний или большей давности, когда вы не чувствовали возрастной усталости, спада. Тот день, когда не было поводов тревожиться за свое здоровье и возрастную усталость. День этот должен быть для вас счастливым, чтобы вы его хорошо помнили. И вот этот день вы должны вспоминать. Вы должны вновь умысленно стать и верить в это, таким, каким вы были в то время. Здоровым, беззаботным, счастливым. Это значит вновь пожить в минувшем времени. Пусть даже час, два, день. Чем больше, тем лучше. Но при условии, что эти воспоминания не будут обрывками ленты памяти, а последовательным воспроизведением былого. Минута за минутой, час за часом. Только тогда вы можете ждать желаемого. Поворота стрелки биологических часов назад к более благополучному состоянию здоровья. После часового пребывания в своем прошлом, в событиях, на осуществление которых требуется целый день, а не вновь проживается за один час, как в ускоренных кинокадрах, организм получает такой заряд, неизвестно откуда взявшейся энергии, который можно сравнить с порцией допинговых средств, применяемых некоторыми спортсменами. Но только этот допинг, получаемый из своего прошлого, не имеет никаких пагубных последствий, не вызывает спадов и депрессий. Просто организм получает даровую, неожиданную дотацию биоэнергии и только. Мои пояснения. Как важно правильно интерпретировать свои наблюдения и ощущения? Сафонов, сам того не желая, описал механизм закона сродства, когда мозг, настроившись на юность, начинает поглощать соответствующую ей энергию. Мысленный настрой можно передавать и другому человеку, подпитывая его духовной энергией. Вот случай из практики всемирно известной целительницы Джуны Давидашвили. Однажды, поздно вечером, в мою квартиру робко позвонили. Я выскользнула из постели и открыла дверь. Вошла молодая, но измученная женщина с заплаканными глазами. Джуна, помогите мне, мой сын умирает. Я быстро оделась и мы пошли в ночь. Когда мы вошли в дом, все взгляды устремились на меня, все ждали чуда. Мальчик едва дышал. Видимо, начался отек легкого. Мы уже ничем не можем помочь, прошептал один из врачей. Внезапно открыл глаза умирающий мальчик. Он смотрел на меня такой мольбой, что я стала молить природу помочь мне. Я коснулась мальчика, а потом молча проделала все возможные известные мне манипуляции. Работала долго и истово. И я понимала, что ребенок умирает. И когда, закончив свою работу, молча пошла к двери. Мать с надеждой кинулась ко мне, скажи, Джуна, мой ребенок будет жить. Но я ничего не сказала ей в ответ. Сердце мое наполнилось болью и слезами. Я дала волю слезам. Спешила поскорее увидеть своего маленького сына. Ровесника того несчастного малыша, которому ей оказалось бессильно помочь. Быстро разделась и легла рядом с сыном. Ваха ее сын, так ее зовут. Ваха, наверное, уже давно видел десятый сон, а я никак не могла заснуть. И все теснее прижимала к себе его маленькое тельце. Мне вдруг показалось, что рядом со мной не мой сын, а тот посиневший, задыхающийся мальчик, умирающий не в том незнакомом мне доме, а здесь, рядом со мной. Обнимая Ваха, я стремилась скорее согреть его кровь. Молила сына, который как будто стал тем несчастным мальчиком не покидать меня. На дворе стояла глубокая ночь, а здесь сквозь мои руки как бы проходили теплые лучи солнца. Свет звезд, сияние радуги, шелест дождя и шепот листьев. Все, что связывает человека с жизнью. Все то, что дает ему силы. Мои пояснения в трудный момент вы можете использовать вышеописанное и спасти жизнь своим близким, а то и саму себе. Продолжаем. Я давно уже потеряла счет времени, и жизнь моя мысленно перелилась в жизнь малыша. Сердце мое помогало биться его сердцу, и я чувствовал только, что тело маленького человека наполняется какой-то светоносной силой. Утром меня разбудил резкий телефонный звонок. Джуна, спасибо, моему сыну лучше. Врачи теперь дают надежду. Концентрация на собственном теле с представлением света. Оказывается, чтобы привлечь мысленно-хрональную энергию необходимой частоты в свой организм, нужно мысленно увидеть прекрасный солнечный свет. Хрональная энергия несет в себя полнейшую информацию о всех первокирпичиках Вселенных, колебательных, вращательных, магнитных и так далее частицах. Хрональное излучение увлекает все эти частицы с собой, но существует и обратная связь. Поток фотонов, магнитное поле и другие излучения и поля обязательно содержат хрональную подоснову. Хрональный поток нам сложно представить, но зато свет, который содержит адекватную нашему организму энергию хронального поля, наш мыслительный аппарат легко может воспроизвести. Так, представляя свет за счет эффекта переноса, мы концентрируем хрональное поле. Вот вся суть концентрации на собственном теле с представлением света в нем. Для этой цели надо спокойно лечь или сесть, расслабиться, усмирить дыхание и мысли. И как почувствовала Джуна Давидашвили, представить как можно ярче, что наше тело наполняется светоносной силой, которая и есть сама жизнь Кундалини Шакти. В результате должен возникнуть яркий образ внутреннего свечения, почувствовать разливающееся по телу тепло, пульс жизни, ощущить безграничные возможности и тому подобное. Такое состояние надо подержать 20-40 минут. Медленное плавное дыхание будет помогать вашей концентрации. Так на вдохе вы наполняетесь живительным светом, а на выдохе представляете, что с воздухом, как черный дым, выбрасываете из себя болезни и недомогания. Помните постулат древних. Мысль ведет энергию, то есть ципрану. Энергия ведет кровь, а кровь несет питательные вещества. Вот оздоровительная цепочка этого дыхания. Вот так нечто подобное проделывают гурьянов из Севастополя. Вот что он говорит. Вы, наверное, когда-нибудь видели угасающие угли в костре? Лежа на спине, закройте глаза, расслабьтесь. Сделайте вдох через нос, медленный и полный. Задержите дыхание. Сколько можете терпеть, не напрягаясь. Сосредоточьтесь на больном месте и медленно выдыхайте через нос, направляя биотоки, мысленно с легких на больное место. Одновременно представляете, будто там, где болит, краснеет леющий уголек. Он разгорается, становится все ярче и от него начинает исходить тепло. Сделайте несколько таких дыхательных упражнений. При каждом выдохе уголек как бы раздувается, становится краснее, а тепло сильнее. Постарайтесь ощутить это тепло и представляйте себе исходящий от уголька красноватый свет. Если через 10-15 минут боли не уменьшатся, то повторите упражнение еще и еще. В духе жизни. Этот вид дыхания практикуется весьма мало, но разговоров о нем много. Название этого вида дыхательных упражнений я взял у Порфирия Иванова. Вот как сам Иванов описывает это дыхание. Когда нужно садиться кушать, а также перед обливанием, то обязательно надо заставить себя тянуть с атмосферы, с высоты природы, воздух через гортань до отказа. Это дыхательное упражнение помогает организму в хорошем обмене веществ. Воздух содержит в себе жизненную силу в интересах долгой жизни. Техника выполнения этого дыхания следующая. Выйдя на улицу, поднять голову вверх, раскрыть рот и медленно делая вдох через нос, а не рот, мысленно тянуть воздух с высоты. При этом в области гортани возникает характерный щипящий звук. Вот я его продемонстрировал. Окончив вдох, желательно сделать глотательное движение и мысленно распределить духовную энергию по всему телу, либо сконцентрировать ее в больном месте или органе. Этим вы оплотняете хрональное поле, размытая болезнью. Делать такое дыхание больше 3-4 раз не рекомендуется, но в течение дня его можно практиковать от 2 до 10 раз. Если у вас прекрасно получается представление, вы сразу же почувствовали набор энергии и над этим вдохе уже не сможете проглотить взятую энергию, все уже уплотнено до отказа. Есть люди, например Юрий Андреев, который за один такой вдох увеличивает собственный вес на 1-1,5 килограмма. Подобное дыхание обязательно производится в конце занятий мастерами ЦУ. Они в течение выполнения медленных плавных движений как бы наматывают духовную энергию окружающего пространства на себя и одновременно во рту собирают слюну. На этой слюне концентрируется, осаждается, наработанная во время выполнения комплекса энергия ЦИ. В заключительной фазе комплекса, или они называют это формы, они делают плавный вдох и делают 3 глотательных движения, проглатывая собравшуюся слюну, а заодно и осажденную на ней энергию. При этом они мысленно представляют, что вниз в Дянь-Тянь энергетический центр поступает энергия, собранная во время занятия. После такого дыхания нужно мысленно сконцентрироваться, сосредоточиться на мысли, что энергия собрана в определенном месте и никуда не выходит. Если этого не сделает, то вошедшая в вас энергия может рассеяться. Вот простое дыхательное упражнение, позволяющее избежать рассеивания собранной энергии, а также способствует и набору. Делая вдох, вы мысленно расширяетесь. За пределы вашего тела выступает световая копия, все более и более увеличивающаяся. 100 метров в диаметре, 200 километров, 100 километров и так далее. Вы представляете себя этаким светящимся богатырем. На полном вдохе задержите дыхание, насколько можете, и ярче представьте эту картину. На выдохе мысленно втягивайте эту светящуюся фигуру в себя и мысленно утрамбовывайте ее в области позвоночника. Вообще, каждую дыхательную тренировку заканчивайте таким дыханием. Порфирий Корнеевич Иванов великолепно владел искусством набора духовной энергии с одного вдоха. Вот как он это делал, по словам очевидцев, рассказывает Кондрашина. И еще об одной особенности этого человека. Он зрительно как бы менялся в росте. Иногда шел высокий, иногда вырастал прямо до неба. Зинаида Макарова. Все годы испытаний он жил на износе жизненных сил, которые восстанавливал мгновенным путем открытого выхода, как бы в светящейся оболочке. Люди видели это его величие, как бы такое светящееся тело и не могли понять, что же это за тело такое. Если вы потратите достаточно времени для развития сильного мыслеобразного представления, то энергетические проблемы отпадут и вы будете получать столько энергии, сколько захотите. Заключение. Я думаю, в популярной литературе впервые на таком уровне разобран вопрос о дыхании. Повторим главные моменты. Пищевая прана. Пища, вода, кислород, углекислый газ поддерживают наше тело. Дыхательная прана. Свободные электроны, активизирующие мозг через носовую полость, а через мозг, эндокринную систему, дает необходимую мощь физическому телу. Духовная энергия за счет акупунктурной системы управляет функционированием физического тела и энергетикой пранического. Низший уровень физического тела рот управляется средним уровнем праническим телом носа, а оба в свою очередь управляются верхним уровнем голографическим телом макушкой головы. Как правило, у людей не хватает дыхательной праны и духовной энергии. От недостатка первой страдает пищеварение и усвоение веществ. Снижена работоспособность, плохой иммунитет, предрасположенность к болезням. От недостатка второй – безболие, иждивенчество, пасование перед трудностями. Поэтому в первую очередь необходимо работать на развитие и укрепление пранического и голографического тел, укрепляя их соответствующими энергиями. Помимо вышеуказанного, при выполнении дыхательных упражнений, отбор упражнений и их нагрузку надо строить с учетом индивидуальной конституции. Лица с конституцией желчи должны больше дышать через левую ноздрю, особенно в жаркое время года. При этом вдох осуществляется через левую ноздрю, а выдох через правую. Такое дыхание дает охлаждающий эффект. Ввиду того, что пищеварение у них хорошее, им рекомендуется больше выполнять дыхательных упражнений по набору духовной энергии. Лица с конституцией слизи должны дышать больше через правую ноздрю. Такое дыхание будет разогревать их организм, высушивая излишнюю влагу. Для этих людей очень хорошо подходит стрельниковское дыхание и сатнам, которое увеличивает переваривающую способность организма, а также сильно массажирует вялые органы брюшной полости. Желательно проделывать такое дыхание до пота и испытывать жажду. Но пить надо как можно меньше. Вода способствует образованию жира в организме. Когда толстый человек меньше пьет, идет обратный процесс образования из жира воды, в результате чего сбрасывается вес тела. Лица с конституцией ветра должны дышать обеими ноздрями поочередно. Такое дыхание уравновесит их психику и внесет в организм равновесие. Особенно им подойдет бхастрика пранаяма в медленном темпе. Их природная живость будет уравновешиваться и жизненные процессы пойдут легко и гладко. Особенно благотворно это скажется на их сне и пищеварении. В молодом возрасте больше используйте дыхание, нормализирующее психику и стимулирующее творческие способности. В среднем возрасте упор делайте на дыхание, активизирующее весь организм, чтобы вы могли полноценно реализоваться, достичь успеха. И наконец, в последний третий жизненного пути больше времени уделяйте набору духовной энергии, а тратьте ее меньше. Существует множество дыхания, но в этой главе дан универсальный ключ к ним, используя который вы уже самостоятельно разберете любое дыхание и грамотно будете его использовать.